Да, все, можно обновлять, мы уже в эфире. Так, ну давайте скажите, может, тогда, что у нас там. Так, дорогие друзья, значит, еще раз давайте, значит, я уже написал вам, да, что обновитесь, нажмите play. Те, кто нас сейчас, меня конкретно видит сейчас, поставьте, пожалуйста, в чат цифру 4. 4, цифру 4, не плюсик, не минус, цифру 4 поставьте в чат, те, кто меня сейчас видит и слышит. Ну, дорогие друзья, давайте, давайте, цифра 4 весьма несложна. Ребята, те, кто меня сейчас видит и слышит, поставьте в чат циферку 4. Вот я вижу, что у нас уже 12, вот, все, пошли четверки. Так, теперь, ребята, у меня к вам просьба большая. Напишите, пожалуйста, буквально в двух-трех словах, на чем остановилась, на чем оборвалась связь. И, да, пока вы пишете, ну, я имею в виду, на какой мысли, что Юрий Андреевич говорил, когда связь оборвалась. И пока вы пишете, я хочу вам сказать, что, ну, да, мы, конечно, живем в 21 веке, но такое иногда случается. Особенно учитывая то, что спикер находится чуть ли не в горах и на Кавказе. У нас немногие представляют себя, как из Москвы и везти в Москву, а здесь сегодня, ну, такие просто вещи, которые для многих людей технически совершенно непонятно, как это происходит. Человек поехал на отдых, на отпуск и оттуда ведет лекции в интернете. Да, иногда бывают обрывы связи там или еще что-то в этом роде, поэтому надо про это. Так, айсберг, вершина айсберга, кукуруза, что за айсбергом? В общем, Юрий Андреевич, оборвалось на айсберге. Все, я отключаюсь, передаю слово вам. Да, 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 да. Давайте, да. Ну что же, дорогие друзья, продолжаем. Если будет меня очень плохо видно, слышно, вы пишите. Сергей смотрит чат, я пока не смотрю, потому что понятно, что не могу делать это одновременно, отвлекает спикера всегда чат одновременно с его вещанием. Так вот, действительно остановился, если я на айсберге, благодарю вас, скажу пару слов. Это речь шла о том, что вершина айсберга в переносном смысле слова, что основа основ. Основ. Главное понимание – это именно минералы, микро- и макроэлементы, которые должны содержаться в почве. Почему? Потому что для здоровья нашего с вами, коли мы выращиваем, зачем мы вот с вами создаем огороды, сады, для того, чтобы есть экологически чистую, здоровую пищу, выращенную своими руками, знаешь, как вырастил, правильно? Правильно. Но, а коли так, то мы это едим для того и выращиваем, тратим свой труд, время, для чего? Чтобы эта пища принесла нам пользу. А вот для этого надо понимать, что такое польза витамины, все это более-менее понятно. Хотя их способ получения есть еще синтетический, благодаря нашей кишечной микрофлоре. Другой вопрос, что не у всех этот процесс работает, но это тема уже вебинаров по здоровью, которые я, кстати, веду, очень серьезные вебинары. Сейчас же я хочу акцентировать вот на чем внимание. Основа основ – это минералы, потому что или мы их получим с пищей, или нет. А как мы можем получить с растениями, ну, например, все наши известные культуры, травы, все, что мы употребляем в пищу. Но возьмут ли в себя они из почвы эти минералы? Это зависит от того, есть ли они в почве, просто физически, эти микро- и макроэлементы, или их вовсе там нет. Почвы за последние 100 и более лет интенсивного сельского хозяйства, они очень сильно истощились. Потому как туда не добавляли ничего, как только, ну вот, причем уже, кстати, химическая промышленность работает еще даже до революции, работала, когда уже минеральные удобрения выпускали. И вот туда добавляют что максимум, мы знаем? Азот, фосфор, калий, магний, буквально 5-6 макроэлементов. А нам-то нужно 80. Как быть? И вот об этом я сегодня обязательно поговорю, потому что есть методы и в малых, и в больших хозяйствах, как можно восстановить плодородие почвы, а это основа основ. Теперь пару слов, потому как мы начали с вами о чем? С чего, вернее, с регламента. Я его сказал вам. Да, кстати, кто только присоединился к нам? У кого были какие-то сбои? Вы не волнуйтесь, вы потом сможете в повторе посмотреть мое выступление сначала, да? Ну а сейчас мы продолжим на чем? Значит, я рассказывал о себе вкратце. Кто хочет более подробно обо мне узнать, есть мой блог, вы там можете посмотреть подробнее обо мне информацию, узнать. Почему я в очках? Тут мне вот жена говорит, она сзади слушает меня, смотрит на айфоне вот то, что вы видите, потому что я этого не вижу, она видит чат. Дело в том, что я объясню, кто не знает. Я всегда выступаю в очках потому, что есть определенные, это объективные научные факты, воздействие, обратная связь в виде радужную оболочку глаза. В принципе, я это делаю просто специально. Значит, я человек открытый, у меня нет секретов, для меня нет неприличных или никаких-то, знаете, вопросов. Я на любые могу ответить и говорю всегда, это вы запомните просто наперед, чтобы меня тоже не обидеть, мне ведь я человек, тоже могу обидеться. Значит, тем более плохо обижать человека недослуженно. Так вот, я всегда говорю правду, это действительно так. И могу на любой вопрос ответить, но давайте будем тоже корректными. А это я вам честно говорю почему, это принципиальный для меня вопрос. Как есть их два. Я не говорю никогда, сколько мне лет, и я ношу вот очки, прилюдные я имею в виду. Так, хорошо, на этом закончим, перейдем дальше. У нас с вами сегодня очень важная тема, взаимосвязь именно, воздействие вот именно плодородия почвы на выращивание растений. Прямые косвенные связи вот эти. Но я хочу вас, дальше, конечно, мы с вами разберем обязательно зимние сады. Я покажу вам фотослайды свои, это будет наше. Вот буквально через 10 минут мы начнем показ слайдов, я буду их комментировать. Все эти слайды с моих хозяйств, они посвящены именно плодородию почвы, грядкам, теплицам, то есть даже более чем заявлено в аннотации к нашему сегодняшнему вебинару. И зимним садам я расскажу много-много интересного, поэтому, значит, это вы дождитесь. А сейчас пару слов о введении. Вообще почвоведение это очень важная наука, я ее в свое время, у нас вообще в институте она была как отдельный предмет. То есть у нас было много геологических, извините, географических предметов, биологических отдельно. В том числе, начиная от цитологии, то есть изучение клетки, это же биологические, до почвоведения, там географии материков и океанов. И поверьте, это не напрасно все было, потому как знать главное это взаимосвязи в природе. То есть вот этот комплекс, ну скажем так, взаимодействий всех живых существ. Вот тогда мы будем знать причинно-следственные связи, как происходят процессы. Начиная вот от клетки до системы в целом. И пару слов я вам тут скажу. Есть такая прекрасная, замечательная наука, которая называется экология. Многие ее путают, думая, что экология это вот защита окружающей среды, это не загрязнение окружающей среды. Это отчасти всего лишь правда, потому что не совсем вернее корректный термин. Потому что экология это отдельная фундаментальная биологическая наука, которая изучает взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой. Также надо организменные системы различных уровней. От популяции, то есть системы организмов одного вида, обитающих на определенной территории, ну например в пруду группа остромордых лягушек, например, которые вот в отдельно взятом прудике обитают, но таких прудики тысячи-тысячи. Поэтому вот отдельная группа это до биосистемы и биосферы планеты Земля в целом, то есть всех видов и форм существования живых организмов. И тут важно что понять. Есть у нас группа живых организмов, которая непосредственно является темой нашей разговора. Это продуценты, то есть с латыни в переводе образуют первичный продукт. Что это за продукт? Это и есть то, что питает всех нас с вами. Это та самая зелень, это биомасса, это все растения на нашей планете. Ну не только, есть еще хемосинтезирующие бактерии, но мы не будем вдаваться сейчас в такие подробности. Вторая группа живых организмов – это консументы, то есть поедатели, потребители этой первичной энергии. Поэтому запомните, первичная энергия всегда первична в естестве ее, в растении, она самая высококонцентрированная там. А те, кто поедает уже второй, третий порядок в этой пищевой цепи, это называются пищевые цепи и сети в экологии, они уже получают и энергии, и вещества в ущербном, в меньшем количестве, в более худшем, переработанном уже виде. Поэтому давайте маленький призыв все-таки потреблять то, как природа нам создала в естественном все виде. В живом, растительном – это самая высокая концентрация и минералов, и витаминов, и энергии непосредственно. Так вот, консументы – это потребители. Они бывают первого, второго и так далее порядков. И по мере хода этой цепочки пищевой уменьшается количество передающейся энергии и питательных веществ в этой системе. Значит, ну есть третья группа важных существ, о которой мы порой забываем, о которой для нас с вами играют огромную роль. Это редуценты, разложители. Они перерабатывают всю органическую биомассу в природе, ну, например, упавшие растения, деревья там в лесу, трупы животных, которые хищники, падальщики не съели. Это различные микроорганизмы. Это бактерии многих-многих тысяч видов. Это различные грибки. Это уже более высшие животные, там, черви и так далее, почвенные микроорганизмы различные, которые перерабатывают все это в опять простые органические соединения и в неорганические соединения, и круг замыкается. То есть корневая система растений забирает в тело растения воду, вместе с ней растворенные вот эти минералы, микро- и макроэлементы, и в своем теле, благодаря энергии Солнца в процессе фотосинтеза и благодаря газам, растворенных в атмосфере, разумеется, то есть углероду, углекислому газу, вернее, и кислороду, другим газам это не так важно, но тем не менее строят вот это первичное органическое вещество, то есть свое тело, которое потом потребляется нами, другими животными и вот этот круг. Так вот, что я вам тут хочу в этой связи сказать. Еще раз, что за последние 100 лет и больше человек из почвы выбрал все, что только можно, не по-хозяйски, не рачительно относился к ней, поэтому почва объединена именно вот этими ценнейшими микроэлементами. Макроэлементами-то мы вносим, и минеральные удобрения уже 100 лет вносятся в почву, кто-то навоз, но даже с навозом, вот какая ситуация, корова пасется на тех лугах, которые паслась и 10 лет назад, и 100 лет назад, если раньше были пойменные луга, разливные, и реки были полноводние, которые выносили питательный, вот ил, скажем, на, так сказать, свои заливные луга, а потом вода сходила, и там действительно пышно, бурно росла растительность, которая не просто по массе своей была объемной, но и питательная, и дальше, соответственно, цепочка шла. То действительно этот внос был питательный, там было еще много минералов, микроэлементов, ведь не все же, потребляя животным, так сказать, усваивается что-то и выходит. И это действительно так. Сейчас же ситуация совершенно другая. Навоз, да, там будет азот, там будут другие макроэлементы, у вас вырастет бурно все, но питательная ценность будет все равно низкой. Поэтому будущее, запомните этот факт, это истинно непреложное. Будущее не просто сельского хозяйства, а в нашем, скажем, частном порядке, нашего огородничества качественного, здорового. Именно в том, что мы должны с вами не навозом удобрять, ну, вначале можно и навозом, коль другого варианта нет, но добиться того, чтобы был плодородный биогумус без навоза. А как, я вам расскажу чуть позже, когда уже буду показывать слайды. Значит, чтобы вводную тему, как я по регламенту мы с вами договаривались, не упустить, я сейчас посмотрю, ничего ли я еще с вами, ну, скажем, в общем, вот, что я должен сказать обязательно. Ну, давайте сделаем так. В общем, я вам в конце и по ходу нашего выступления обязательно расскажу. Если будут у вас вопросы, вы их пишите, пожалуйста, потом. То есть сейчас все равно я их не смотрю, если какие-то только проблемы со связью вы пишите, а, так сказать, вопросы просто на бумажке или где-то зафиксируйте, потом вы можете написать. И мы постараемся что-то с вами на эту тему тоже поговорить. Так, теперь я перейду к нашим слайдам, и мы начнем сегодняшнюю нашу, так, уже такую лекцию интересную, с картинками. Я прошу Сергея дать мне знать, видно ли, или вернее, Наталья, видно? Вот слайды, которые я поставил. Я, пожалуй, немного расскажу. Давайте вот именно с этого, это не первый слайд, но с него я вам именно расскажу немного о хозяйстве, о предыстории этого дела. И просто фото такая, достаточно информативная фотография, поэтому вам будет, ну, скажем так, интересно ее рассматривать. Я немножко прокомментирую. И дальше мы пойдем с вами... Так, что там видно? Сергей, дайте мне знать, пожалуйста. Видно. Отлично. Тогда давайте, значит, вот смотрите, я немного расскажу. Значит, когда я понял, что есть то, что продается в магазинах, ну, в общем-то, неразумно и нельзя, и лично для себя, тем более я биолог, понимаю, эти процессы все, пытливый человек, неравнодушный. Поэтому я сказал себе, все, я строю свое хозяйство. Это целая история была. Одно, другое, нюансы, юридические препоны, ладо, боксы, проще. Это другие темы отдельные, сегодня все не успеем. Так вот, я, это хозяйство, что вы сейчас видите фотографии, большинство, почти все, наверное, фотографии будут из моего хозяйства, которое находится в Тверской области, Ржевский район. Глухая деревня, которая находится в лесу, через километр от леса. Волга река протекает, Волга-Верховье фактически. Так вот, конечно, экологически чистое место. И там я, приехав, увидев, ну, это, значит, решил поселиться, купил все, что там можно по земле. Потом еще, кстати, сейчас забегая вперед, основал там эко-поселение. И молодые семьи с детьми приезжают, то есть, создавать новую, как бы, жизнь, так сказать, иного уже мировоззрения. Люди приезжают восстанавливать вот эту когда-то уже погибающую, почти погибшую деревню, что уже, да, согласитесь, неплохо. Ну, хорошо, значит, давайте мы перейдем, я сейчас прям с первого слайда и покажу. Вот, кстати, перед вами, вот так, где шесть труб торчит из дома, это техническое строение, очень большое, 20 метров длиной на 11 метров шириной. Эти вот шесть труб от котельной. А за этим зданием находится тот самый зимний сад мой, на основании, вот я слайды буду показывать, как раз это все, что касается и все, что выращивалось в этом зимнем саду. А перед вами слева-справа теплицы, мы до них обязательно с вами дойдем и вернемся к этому слайду чуть позже. Давайте начнем с самого начала. Вот перед вами что? Значит, это передний двор, вот зимний сад справа мы видим, прямо гараж, а еще прямо, это как раз к теме сегодняшнего вебинара про почвообразование, как сделать плодородную почву. У меня хозяйство большое, и в моих масштабах, тут просто надо экстраполировать и ставить пропорцию. Каждый в своем масштабе на шестисотках, на десяти и более сделает то же самое, может, применив мои советы сегодняшние. И у вас будет прекрасная плодородная почва уже через полгода. Но об этом чуть позже. Вы видите трактор, это большая установка стоит, видите, сзади, отвал и отбор мощности работает. И находится куча такая небольшая, лежит, ну, скажем так, стволов деревьев, не очень толстых. Вот. И перед вами грядки новые, которые в этом году, вот сейчас у меня там растет лук, будут эти слайды, вы увидите. Почва очень плодородная, потому что вот за этим гаражом, створка которого открыта, находится такое у нас понижение рельефа, и туда десятилетиями, значит, дождем, водами, вешнями, как говорится, сносились с окружающих полей, лугов, соответственно, верхний слой почвы, полезные минералы, и пыльца растений, и листья, и все что угодно. И там образовался большой-большой слой метров два плодородной, в общем, плодороднейшей почвы сродни сапропеллю. И вот эту почву, там даже много кремния есть, она прямо аж сверкает, микрокристаллики видны на солнце. То есть почва очень богатая. Это просто трактором, телегой привозилось сюда, высыпались гряды, быстро, буквально за два дня сформировали вот таких, к примеру, 12 гряд по 8 на полтора метра. И потом их уже мы обыграли досками, тут будут такие слайды, давайте смотреть дальше. Вот впереди колодец, это один из точных воды, у меня их несколько, еще с ручья подпитана. Система ведется на все через трубопроводы ПНД трубы, там система гидробака, флюид-контроль, ну, в общем, чтобы это на автоматике все работало. Конечно, применять почки, там как-то делают, да все что угодно, собственно, сейчас не об этом речь. Я вот некоторые слайды вам буду сейчас просто вот пролистывать и останавливаться на каких-то очень важных. Значит, это вот первичное, что вы можете сделать. Действительно, кто-то имеет возможность привезти откуда-то почву. Ну, если не терять год, сзади-то можно много чего сделать. А если сразу, срочно, то, конечно, если есть возможность, но надо знать какую, и тут уж точно, либо поехать и проконтролировать, откуда поставщики берут почву, либо вы сами, наняв какой-то трактор с телегой, или, ну, если у вас своего нет, можете скооперироваться с соседями или сами, привезти их к хорошему, к месту, в которых вы уверены, что там нет трассы, машин, тяжелые металлы не накоплены в почве и так далее. Вот с другого ракурса посмотрите, как раз эти поленья. Что мы просто делали, чтобы подготовить почву на будущее? Ну, вот это я вам скажу чуть позже. Хотя на самом деле можно кое-что раскрыть и сейчас. Очень простой метод на самом деле. Вы же, наверное, знаете, что есть такие машинки, бытовые их выпускают. Многие фирмы электрические, ну, как бы их назвать, куда кусты срезанные, веточки до 4 см диаметром, там обычно больше не берут бытовые модели, да, вы кидаете, и машина выплевывает стружку, то есть фактически щепу. Вот это-то и основа основ. Просто у меня такая машинка огромная, и туда можно до 20 см диаметре такие стволы запускать. Что мы сделали? Мы в лесу, а у нас леса, ну, понятно, значит, там очень чистые места. Мы привезли, спилили там поваленные или, допустим, там уже полуповаленные осины, то есть не хвойных пород обязательно надо брать древесину. Ну, конечно, не березу, потому что там деготь будет дольше разложения. Ведь это антисептик, так как и смола хвойных пород. Это не надо применять для быстрого получения биогумуса почвы. А вы что делаете? Или же маленькие, используя бытовые, для небольшого количества их хватит. Или вот, как у меня, главное, я идею даю. Тут уже частности, они не так сейчас важны. Значит, мы просто-напросто, значит, дробим стружку, эту стружку закладываем, пока, например, между ряд вот этих, чтобы ходить было, грязи не было, ходить удобно, чисто, она будет перепревать, но только медленно. Мы можем ускорить этот процесс, я объясню сейчас как. Опять-таки, зная, понимая природу. Кстати, обратите внимание, зимний сад, который вы потом увидите, слайды, вид изнутри, что там растет, он им представляет из себя, скажем, конструкцию, которую вот этот большой технический дом огибает с трех сторон. С длинной стороны, на которую мы сейчас смотрим, и ее не видно еще край, да? Это 30 метров, с двух торцов по 15 метров. И односкатная часть, вот уклон, повторяющий уклон кровли этого строения. Таким образом, снег легко сходит. Но, кстати, вы увидите слайды, а сейчас я это акцентирую, чтобы вы не забыли. Интересный, когда снег по верхушку вот этой, скажем, вертикальных стоек этого зимнего сада, то есть более полутора метров выпадает. Ну, что ж, это бывает, тем более кровля имеет большую площадь, сюда все сносится. Тем лучше зимой более тепло, и снег тоже является, хоть каким-никаким, но теплоизолятором. И все мы это знаем. Вот. Значит, эту мульчу, так называемую, мы можем покрывать, когда речь идет про мульчирование, любые растения, культуры, там, фруктовые деревья, что угодно. Я, в том числе, значит, например, томаты, перцы или соломы мульчирую, или вот этой щепой. Потому как не хвойными породами, такими, как вот альха, осина, бук, ну, смотря граб, я не знаю, кто в каких регионах живет, это нормально, прекрасно. А если мы хотим быстро, за полгода получить прекрасный биогумус, что мы делаем? Импровизированные грядки в том месте, на котором на будущий год мы хотим уже растить какую-то продукцию. Толстым слоем сантиметров 50 мы делаем гряды длинные. Потом мы берем, используем, ну, допустим, такие препараты, как, например, Восток, Байкал. То есть это на основе почвенных симбиотических микроорганизмов, бактерий. Если совместить тот же Восток-Байкал, будет около 100. Один из них японский Восток, но изначально был разработан другой Байкал наш. Но, в принципе, корни все отечественные, российские, на самом деле, этих препаратов. И более того, если еще совместить это с некоторыми микоризами, то есть это почвенные симбиотические грибки, которые вместе с корневой системой растений образуют симбиоз. И тогда, соответственно, грибы поставляют растению необходимые минералы. И вот, а растения, соответственно, поставляют им глюкозу, чтобы... И они живут в гармонии друг с другом, помогая друг другу, создавая тот самый, в том числе, вот как раз, плодородный слой. Потому что без почвенных грибков это было бы невозможно. И вот, используя, обладая этими знаниями, как и что делать, когда и как, мы делаем следующее. Мы потом поливаем этими растворами, мы вносим эту микоризу, мы закрываем, допустим, скажем, лучше не пленкой. Конечно, я противник всего химического, но можно, в крайнем случае, пленкой. А вообще-то можно просто замульчировать сверху еще эти гряды, да, импровизированные соломой, сеном свежескошным, прям травой. Это еще будет лучше. И постепенно, по мере его оседания, добавлять, добавлять, добавлять. Так вот, и проливать. Значит, у вас буквально за полгода. А если вы делаете глубокие компостные ямы, ну, скажем, правда, они должны быть дренажированные, чтобы там не заставилось и воды не было после дождей. Если у вас почва глинистая, конечно, да, такое может произойти, это надо учесть. Так вот, тогда у вас буквально даже зимой, открыв крышку, вы увидите пар, как идет. То есть, это идет гниение процесса, бактерии и другие почвенные микроорганизмы, редуценты, те самые, да, работают прекрасно. И у вас к весне просто прекраснейший чернозем. Но это лучше даже чернозем. Потому что, знаете, в чем тут биологический смысл? А вот в чем. Дело в том, что почва, как вы уже поняли, видна. Мы ее истощили. Но в лесу еще сильны эти симбиотические связи между сотнями видов растений, деревьев, которые все-таки добывают воду и минералы с большей глубины, чем наши садовые культуры. Это понятно. И вот на еще больших глубинах есть те минералы, которых нет уже на поверхности в зонах сельхоз, скажем, деятельности. Потом с листовым опадом десятилетиями это все падает, накапливается в верхнем слое почвы, создавая вот этот плодородный слой. Он более или менее толстый в тех или иных регионах. Кстати, тут очень важно отметить, что хвойные леса дают всего лишь в среднем один сантиметр биогумуса в год. А широколиственные, ой, извините, в сто лет. В сто лет один сантиметр. Почему там всегда тонкий плодородный слой? Даже в старинных, древних лесах в Сибири тоже. А вот широколиственные леса, в основе которого дуб, граб, вяз, бук, но основа всего дуб, конечно, для этого это сантиметр в год. В сто раз быстрее. Уничтожены у нас почти в стране широколиственные былые дубравы, леса, к сожалению. А это вообще основа основ вообще жизни нормальной на земле. Но это надо, это тема вообще отдельного вебинара, который, я надеюсь, мы когда-нибудь проведем. Восстановление вот именно лесов, взаимосвязь их с почвой, с культурами огородными, с жизнью человека. Это очень интересная тема. Ну и, кстати, хорошо, про это мы отдельно говорим. Так вот, в почве такой, больше минералов весной, безусловно, растения в своем теле аккумулируют огромные их разнообразия, практически всю таблицу Менделеева. И вот поэтому из экологически чистых мест взять эти стволы или ветки, и если мы их пропустим вот в эту самую мульчу в щепу, то тогда мы принесем в свою почву вот эти самые минералы. И когда бактерии и грибки сделают свое дело, мы получаем прекрасный плодород, биогумус, равных которому нет и невозможно другим путем никаким получить. Помните еще раз, минералы либо можно занести туда как-то, либо нет. Как же происходит это в лесу? А очень просто. Когда с огромной глубины 30-40, дубы с 60 метров даже, могут доставать минералы, которые невозможно одним культуром каким-то справиться, а там десятки разных деревьев, и все это вместе работает как единый механизм, то тогда через листовой опад год за годом, десятилетие за десятилетием образуется вот этот плодородный слой. Ну и растения в себе, в своем теле накапливают. Поэтому это хороший метод, пожалуй, сейчас единственное, как мы можем поступить и получить первичную прекрасную почву. Конечно, если мы еще возьмем непосредственно почву. Вот я, например, взял сапропельца, так скажем, такого, ну не оврага, но такой балки, где у нас все-таки застаивалась эта вода и не уходила дальше, прекрасная почва. Кто-то, может быть, из леса возьмет. Конечно, тоже хороший вариант, как первичный создать быстренько себе хорошую плодородную почву. Ну ладно, идем дальше. Дальше, вот, значит, покажу слайд. Дальше, вот приходится, эти грядки уже растут, вот уже кучу подвозит трактор, люди ее там разравнивают, потом, значит, происходит оккультуривание самих грядок. Я люблю окаймовывать их досками. Просто 150-ку беру доску, 150 на 50, и мы ими просто обшиваем, создаем красивые высокие грядки. У высоких грядок очень много преимуществ, потому что, во-первых, мы месяц, а может быть, даже и полтора добавляем к плодоношению. Почему? А потому что, во-первых, почва прогревается медленно, плоско, единый массив. Если приподнятая почва, то солнечные лучи уже весенние, ранние начинают греть. Боковые стенки, почва прогревается с трех сторон, потому как грядка, ну, понятно, вверх и боковинки. И, значит, там воздухообмен, то есть нет застойных процессов. Влага лишняя уходит, если дожди очень сильные, и у вас почва к тому же глинистая. То есть очень много преимуществ, минусов нет у такой технологии, кроме как труда человеческого. Ну, что же, без труда, как говорится, рыбку исправить. А вот здесь как раз показано, вот обратите внимание на слайд уже, вот что было, вот слайд, да, что стало. А вот что было за два года до того, когда еще не было зимнего сада, когда вот увозили эту глину, а мы действительно, это была проделана большая работа. Мы, наверное, кто-то из вас смотрел и умную теплицу, читал книги и передачи на эту тему. У меня зимний сад представляет такую сложную, ну, с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, простую техническую систему инженерную такую, да, инженерно-биологическую. Здесь вот есть и свой реактор, то есть мы удаляли глину, это до полутора метров, закладывали его бревнами, ну, разрезанными такими чурбанами, той же осины ольхи, слоем сантиметров 50, потом привозился плодородный слой бывшего, ну, скажем так, лет 20 назад, когда-то существовал, значит, вот кучи навоз коров скидывали, был когда-то колхоз, значит, паслись коровы на этих же лугах, поэтому это чистый плодородный абсолютно, ну, экологически чистый был навоз, потом там крапивные кучи уже, значит, росли вот эти 20 лет, и это было прекраснейшее, была уже стала плодородная почва, вот ее мы засыпали слоем сантиметров там, ну, 50-60, потом засыпали тот дерн, жалко же выкидывать, да и зачем он плодородный, верхний, потому как тут деревня существовала, и тем не менее, вот мы перемешивали эти слои, и, конечно, дали, вот построили под зиму, дали до весны почве прийти в себя, почвенным микроорганизмом, внесли их, перемешали все верхний слой с соломой, солома к весне вся просто сгнила, было много червей, кстати, червей я занес туда культуру старатель, это такой гибрид, который отечественный наш ученый создал, город Ковров, там есть центр по разведению этого червя, он, в отличие от калифорнийского, работает на более низких температурах, скорость размножения выше, он адаптируется к любым видам кормов быстрее, гораздо, чем калифорнийский червь, поэтому эту тему я тоже подробно изучал, я ездил туда непосредственно на хозяйство, я снимал видео, я общался с технологами, вообще, я ко всему подхожу именно профессионально, поскольку я сам, в общем-то, и биолог, и специалист во многих областях, и привык систематизировать, и время, дабы не терять, да и чтобы, так сказать, лучше знать суть вопроса, вот, чего и вам советую подходить профессионально. Кстати, вот подробно о тех технологиях, что я сейчас рассказываю, что я применял, я, смотрите, в этом году, в апреле, провел два очень важных мероприятия в моем ближайшем хозяйстве под Зеленоградом, когда приезжала ко мне, вот, ну, группа по 25-27 человек, больше я просто вместить не мог, и я вел с ним азы, начиная от стратификации выращивания, вот, понимаете, правильного семян, отборочные материалы, работа с ним, пересадка, выращивание рассады, работа с почвой, мульчирование вот в этих стаканчиках, почвенной, которую мы делаем, то есть можно, есть технологии простые, экологичные, натуральные, благодаря которым можно вырастить в два, в три раза быстрее, все известные нам растения, еще они будут крепче, и так далее, и так далее. И вот обо всем об этом есть вот инфопродукт информационный, мой труд большой, вот этих двух, полные два вебинара на три камеры снятые, он будет представлен вам после. Сергей обязательно вам расскажет после нашего выступления, то есть это уже говоря еще, извините, немножко уж о регламенте, что ближе к концу я вам расскажу еще подробнее про этот продукт, а потом Сергей объяснит, как это можно будет приобрести, ну, кто захочет из вас. И потом я уже расскажу вам что-то еще в завершение интересное, и, конечно, отвечу на какие-то вопросы. Так, давайте смотреть дальше. И вот этот зимний сад сделан был быстро. Я сам, да, всегда все строю, я сам скажу, чертежи, все-все-все абсолютно. И рабочий контролирует вопросы, и мои рабочие строят. А я стройки веду уже 20 лет, у меня огромный в этом опыт. Причем и подземные бассейны строил, то есть, ну, там сложные, сложнейшие технологии. Я знаю в этом, ну, вообще все. А поскольку я могу уже тогда совместить любые инженерные вопросы с биологическими, у меня, собственно, ну, чтобы изучить новую тему, какую-то уходит там, ну, несколько минут, вот, как правило. Здесь что мы сделали? Так вот, я объяснил вот этот пирог. Потом мы залили, а видите, уже бетонные столбы здесь есть. На глубину ниже промерзания, 2 метра. В них вмонтированы деревянные 100 на 100 брусочки, кубики, которые были в пропитке специально обработаны. И запрецо с верхней частью бетонного столба утоплены. Вот нижний правый угол, туда же видно, что внутри столба дерево такое, как вот, видите, ставочка, это брус. Он заподлицо. А для чего? Потому что потом поперек будет, брус пойдет по этим столбикам. И туда будет анкириться болт большой, мощный, чтобы держал мертвой эту конструкцию. Это вот такая моя хорошая придумка. Я не любитель металла. Тут вообще металла, кроме непосредственно болтов, и то небольшого количества, нет. И я нарочно использовал все-таки не металл, поскольку он и кранирует, меняет поле магнитной земли. Но я не хотел. Этого я сделал полностью деревянную конструкцию, по крайней мере, вот этого большого зимнего сада. И вот эта стена, которую вы сейчас видите, серая, заштукатуренная, она будет являться, ну скажем, внутренней границей зимнего сада. И вот этот дом с трех сторон окружен самим зимним садом. Ну, когда уже будем изнутри смотреть, подробно это разберем. И когда пойдет уже речь о плодоношении и так далее. А сейчас мы посмотрим вот этот интересный снимок. Мы видим уже с противоположных сторон этого технического меха, вы видите, вот эти трубы. Деревянные это от печи, русской большой печи. А вот лезвные уже нержавеющие, это от котлов. От котельных у меня хит, потому что я сделал такой комплекс, что у меня все дома и строения отапливаются из единого центра. И над землей проходят трубы упаков, которые почти теряют тепла, когда идут туда и обратно. От котельных к домам. Теперь, на переднем плане мы видим с вами несколько теплиц. Да, стандартных теплиц и воля. Тут, я думаю, какая реклама, фирма известная, никакой рекламы, можно сказать. Значит, вот, собственно, конструкции я выбрал 3 на 6. Почему? Очень просто. Посмотрите, какое я придумал основание. Вот это брусы, темный цвет, просто потому что они открыты потом слой. И вот, обратите внимание, брусы 100 на 100. Мы их в Сан-Кирилле вместе соединили путем, значит, там, в лапу. Два между собой получилось 300 высотой миллиметров, 30 сантиметров, на 150 на 15 сантиметров ширины. Мощнейшая конструкция, которую можно домкратом за любую точку поднять. И каркас даже на микрон, ну, на миллиметр уж точно не пойдет, никуда не перекосится. Это единый монолитный фон. Мы просто сделали, вырыли, просыпали 10 сантиметров песочку в ту канаву по ширине толщины вот этого основания. И поставили вот такие вот мои работники, сделали конструкции. Все, зима прошла, они себя показали идеально. Не нужно никаких оснований, бетон лить, да, а брус есть брус. А длина бруса 6 метров, поэтому 6 на 3, 3 пополам. Это как раз очень экономичная раскройка, верно? Вот мы так и сделали, я придумал, поставили быстренько вот эти каркасы, по ним четверочка там тонкий поликарбонат. Можно пленкой, конечно, понятно, на первое время, если средства сэкономить, но, по крайней мере, тут алюминиевые. Нет, извиняюсь, это не алюминий, я бы никогда его не использовал принципиально. Могу объяснить, почему, если будет интересно, задавайте потом вопросы, объясню. А это именно оцинкованная сталь, это большая разница. Но тут вопрос не конструктивный, а здоровье. А конструкция-то очень мощная, она выдерживает большую снеговую нагрузку, хотя с таким строением, как шлем русского витязя, снег не задерживается. Но, тем не менее, конструкция прочная, она просто дольше прослужит. А внутри, посмотрите, какие грядки. Вот сейчас я покажу. Это тоже высокие грядки. Обратите внимание, от внешнего периметра самого каркаса 10-15 сантиметров идет воздушная прослойка. Сейчас она там заполнена почвой, это сотрудники, как-то не родители, кидали. Это такая воздушная, ну, скажем, ее нужно сделать термоизоляцию, она очень выручит весной и поздней осенью для лучшего, скажем, удержания тепла, но в то же время продувания, и чтобы воздух у нас в грядку, в почву проходил по периметру со всех сторон. А можно установить туда трубы отопления, и будет теплиться, ну, почти круглогодичная. Все зависит от толщины еще поликарбоната, от утепления, а почва по периметру, видите, мы все эти брусы еще, значит, под уклон почвы присыпаем. Можно присыпать прямо до самого верха, будет еще лучшая теплоизоляция. Можно даже термофол, прекрасный термоизолятор, по периметру зафиксировать, тогда у нас будет термоизоляция еще более высокого уровня. И вот здесь удобно уже сажать высокие грядки 30 сантиметров, можно сделать выше, безусловно, ну, здесь достаточно. Но внизу у нас почва соединяется тоже с плодородным слоем, нет там никаких разделений, никаких, так сказать, пленок, поэтому корни растений, которые могут прорасти глубже 30 сантиметров, они прекрасно дойдут и на 50, и на метр тоже в плодородный слой, поскольку мы сюда несколько лет назад навезли очень хорошую почву. У нас Тверская область, поэтому там подаст новая глина, тяжелая глина, плодородный слой буквально 15 сантиметров плюс-минус, и поэтому, конечно, нужно, пришлось увеличить его. Хотя у нас великолепно растут корнеплоды, недаром, наверное, наша деревня называлась когда-то картошино. То есть вот прекрасные корнеплоды там созревают просто, ну, лучше, чем в Ростовской области. Кстати, у нас есть из Ростовской области приехала одна женщина в поселение, вот это вот как раз мое хозяйство, откуда я фотографии вам показываю, это из эко-поселения, которое я создал. И вот эта женщина что говорит? Сейчас, одну секундочку. Да, как раз, что лучше даже гораздо, чем у них все растет. То есть у нас, чем у них росло там. Теперь, значит, дальше. Свет, включи меня, пожалуйста. Так, давайте дальше. Значит, так, вот вы видите, с другой стороны, тут, кстати, справа большой 3 на 20 метров летняя теплица, в которой растут томаты и перцы. И вот сейчас мы плавно уже переходим с вами непосредственно к плодоношению, здесь обо всем и все раскроем. Вот самые грядки, которые мы сделали этой весной, ну, тут некоторым деревом окаймовать не удалось, просто не успели, потому что пришлось уже сеянцу сажать. Это лук трех сортов растет, уже крупная головка. Сейчас вообще она, значит, с два куриных яйца многие выросли. Конечно, на такой плодородной почве. Ну, и лук уже ложится, скоро можно будет собирать. Вот огромное количество и фиолетовые, и белые, разные-разные сорта. Мы экспериментируем, смотрим, выбираем потом, которые будем делать полный цикл. То есть выращивать семена из них, выращивать маленькие сеянцы, и потом сажать уже, видите, здесь вот есть доски. Но не до конца даже пришлось так их потом ставить, когда уже маленькие сеянцы сидели. Поэтому вот некоторые, видите, выросли как бы за пределами этой грядки. Так, теперь вот та самая мульча, видите, но она не где лук, а между грядками. Во-первых, и там важно, чтобы почва не подсыхала. А ведь что выполняет, какую роль еще дополнительно? Вот это, неважно, солома или вот эти вот кусочки древесины, они являются еще, они как бы буфером, они препятствуют испарению влаги, почва под ними в воду держит. Это, кстати, основная проблема, вот знаете, обезвоживания нашей страны. Почему реки пересыхают последние годы? Да, потому что вырубают леса, ведь их вырубали всегда по рекам, когда сплавляли лес, когда перевозили на баржах, там, лодках, потому что это удобнее, быстрее срубить ближе от воды, чтобы потом перевезти. И вот эта беда, которой уже 150 лет ученые бьют тревогу, а обезвоживание России, а не только обезвлесивание, одно влечет за собой обязательно, другое. А причина та же. Покров уменьшается, свет, лучи проникают уже в почву, почва исыхает в разы, десятки раз быстрее, пересыхают ручьи, родники, значит, миллилитерей. Вот как это в угловах происходит процесс. Поэтому мы, понимая, это главное, должны на своем участке сделать обратное. И у меня вот та же самая Ирина, соседка, про которую я хочу все время сказать, это очень интересно. Она добилась такого, что она один раз, вот уже по весне, посадив рассаду томатов в теплицу, не поливала ни разу летом, вообще ни одного раза. И это можно добиться именно знанием вот этих приемов агротехники. В частности, это, конечно, мульчирование. Лучше всего столом и толстым слоем, а по мере того, как нижние слои будут сгнивать, класть новый. И, конечно, надо понимать, что корни растут и вглубь, и в ширину, поэтому окружая пространство теплицы, например, теплицы или грядок, как здесь, нужно обязательно закладывать толстым слоем, вот, например, любой мульчи, соломы, сена, или лучше всего, конечно, вот таких дробленых, ну, не опилок, а щепы. Так, вот, в общем, грядки много, идем с вами дальше. А вот это, кстати, фотография своего новых хозяйка, куда я сейчас сам приезжаю из Подмосковья жить. Вы слева видите, это вообще Пушкинские горы, уникальное место заповедник, Пушкин, Михайловская, да? Слева грядки высокие, мы их уже, их будет сотни. Я выращиваю продукцию, у меня есть одно из направлений, это биопродукты, бизнес-продукты питания, да, экологически чистые. И те, кто знает мой подход, меня лично, собственно, вот, понимают, что выше просто стандарта нет, потому как это уже выше биоорганика уровня, потому как здесь непросто, ведь поймите, что такое био, даже вот продукты био сейчас пошли, думают, это эталон, это вершина, нет. Это всего лишь говорит о том, что в этих продуктах нет химически вредных ядов, если честно вырастили, если сертификат соответствует тому, что на самом деле под этот сертификат продают, что сейчас, к сожалению, далеко не так обстоит дело везде. Но, тем не менее, будем считать, что честные люди, и действительно в этих продуктах нет ядов. Но вопрос другой, есть ли там те необходимые нам в полном наборе микро- и макроэлементы? Конечно, нет. Конечно, нет. Вот я добиваюсь вот этого уровня, ну, скажем, более высокого, просто его нет в классификациях, чтобы там еще был полезный продукт, и пытаюсь вас этому как раз научить. Здесь все идет в ход. И вот эта трава. Конечно же, наши леса богаты, слава богу, еще вот теми, ну, назовем их бросовыми для промышленности, породами, а для нас очень ценными с вами, это аха, сины и прочее, что в нашей полосе, ну, допустим, не черноземной, да, в основном растет, и вот этим надо пользоваться. Так, ну, вот эти грядки, собственно, сбиты вдоль, и они пойдут, у меня там 200 метров. Вот, посмотрите, плодородная почва, берем солому вот эту, она же внизу перегнивает, видите, она превращается в почву, и посмотрите, сколько червей. Маленьких, разных, они вот и внизу, и в соломе видны прям. Кстати, с соломой часто заносятся споры многих и более высших грибов, ну, например, шампиньоны часто просто вот солому посадив, они растут у меня в зимнем саду, например, даже, конечно, когда температура позволяет, то есть по весне или поздней осени. А вот теперь дальше будут слайды, посмотрите, как видно на этом снимке, это, кстати, моя рука, вот такие ящики деревянные из дюймовки доски, скрепленные внутри брусками, мы делаем для того, чтобы сажать те виды растений, которые потом захотим куда-то пересадить, крупные, это как раз в зимнем саду фотографии. Вот это сделано тем самым прибором, их очень много фирм, элка там, гардена там, много других, даже бош, по-моему, есть, которые вот эти рубильные машинки, куда вы можете прямо опускать веточки, ну, в своем, если вам, конечно, не нужно в больших пророчных масштабах. И у вас вот такая мульча, у меня, берите всегда только модели с четырьмя ножами, чтобы они измельчали, ну, на более мелкие фракции. И вот, посмотрите, образуется вот такая микрощепа, да, два раза пропущенная. Это веточки были орехи. И вот это просто мы делаем с ней, что, увидите, чуть ниже. Я вот такие горшочки специальные с шамотной глиной закупаю, у них делают, чтобы потом сажать и растения, вот как, например, здесь вы видите некоторые виды и базилик, и прочее выращиваем. Просто удобно, перевозишь, и можно пользоваться, срезать, на подоконниках ставить, уже будет урожай сохранен, да, и качественно. А вот слайды, совмещенные специально, попросил своего программиста, он сделал, где видно, слева направо и, соответственно, сверху вниз, период, то есть, скажем, поэтапности укладки. Вот ящик пустой, дальше мы засыпаем слой небольшой, равными долями, ну, примерно по 5 сантиметров. Вот, соответственно, этой щепы, потом почвы плодородные хорошие, потом, уже на следующем снимке мы, видно, добавляем, например, лебеду, либо другие богатые минералами культуры, которые, собственно, растут в диком виде всегда везде рядом с участками. Это прекрасная биомасса, и там есть и живые ферменты растительные, естественно, идет процесс вот саморастворения, аутолиза так называемого, и очень быстро запускает почвенное работать, ну, скажем, микрофлора, микрофауна. И вот постепенно, слой за слой, мы доводим это вверх. Ящик, например, где вот в данном случае, видите, бананы сидят, а я ведь ищу и тропские растения, и огромный у меня в этом опыт, я даже получал уже плоды многих растений. Более того, из этих плодов семянных получал уже новые молодые растения второго поколения, и я веду селекцию, потому что я хочу добиться того, чтобы многие тропические растения можно было выращивать при более низких температурах. Ну, и я сейчас вам потом немножко об этом расскажу, чего я добился в этой области. Так, значит, вот немного, несколько снимков моего зимнего стада, чтобы представляли с разных сторон. Здесь техническую сторону я, наверное, сегодня говорить не буду, тем более некоторые торопят люди, мне вот жена показывала в айфоне, что, так сказать, пишут ближе к делу, хотя на самом деле я это как раз делаю, говорю вполне, потому как, ну, давайте техническую сторону я не буду вообще касаться сейчас тогда, и уж если будет время на какие-то вопросы, на эту тему отвечу, или, конечно, будем проводить отдельные вебинары. Хорошо, вот смотрите, сегодня как бы первое занятие. Вот здесь торец южный, дальше, вот зимой вид снимок, как все это выглядит. Вот, пожалуйста, что я вам говорил, полтора и больше метра здесь удваливаются угробы, вы видите, как этот вид у меня с красного дома кирпичного, который я сделал на зимний сад, одно из зим, вот закрыто все, и мы уже, допустим, внутри всегда у меня плюс, то есть мы, не отапливая зимний сад, имеем там всегда плюсовую температуру. Вот, так, вот видите, у меня очень толстый поликарбонат, это видно вот по человеку, который ощущает, у меня 30 миллиметров многослойный, он является очень хорошим теплоизолятором, и, конечно, зимой при обогреве, а у меня там три вида обогрева, идет труба полипропиленовая на глубине метра по периметру внешнему зимнего сада, ну, есть внутри его, да, чтобы мостик холода отсечь, ведь у нас тепло по закону физики как бы идет вверх, поднимается, и, естественно, мы отсекаем вот эту промерзшую почву, которая с улицы идет в зимний сад. Потом у меня тубы, и вы их увидите, две черных металлических, ну, покрашенных, понятно, значит, которые по периметру идут уже на крепежах специальных батареи, цельные, которые по всей длине. Дополнительно у меня есть печка абриверант, типа балериана, мощная, там, больше тысячи кубов, со своей трубой, такой мини-котельной, которая внутри встроена. И это все просто масштабируется, это не значит, что нужно делать все, конечно, так, просто я суть говорю, я люблю всегда любую проблему, я предостраховываюсь, я перекрываю, оставляю возможность, ну, скажем, чтобы случай не погубил мое дело какое-то, слишком сильные стужи и прочее, поэтому у меня всегда больше вариантов, ну, в данном случае отопления, вот чем обычно люди предусматривают. Поэтому есть оно главное. Вот последние два года мы вообще не открываем, никакие системы отопления не используем, потому что, ведь я недаром говорил, что зимний сад у меня пристроен к теплому, ну, естественно, дому, и если внутри у нас плюс топится, то максимум лютый мороз, мы открываем форточки, внутри у нас уже будет плюс 5, плюс 10 даже, смотря как, сколько мы их откроем. Вот, кстати, вот обратите внимание на этот слайд, здесь ранее весна, мы ничего не сажали, тропические растения у меня, мы брали, они росли вот 2-3 года назад, я покажу снимки времени, значит, и скажу сейчас еще на что внимание обратить, потому что это очень важно. Вот темп роста, мы же сегодня и об этом с вами говорим. Обратите внимание, во-первых, грядки высокие, поднятые, а под ними плодородного слоя метра 80, метра 70 примерно. Значит, солома, которая постепенно, ну, скажем, перегнивает, и мы подкладываем новую, но там где-то лук растет, это ладно, зимой осталось. Потому что, конечно, можно выращивать, тут мы без отопления и петрушку, укроп, там температуры делаем достаточные для них, и фактически не тратим энергоресурсов дополнительных, а это очень важно. Значит, правая стена, обратите, вот к стене дома, там такая прозрачная, то есть вернее, такая блестящая, как бы, вроде фольги, а это и есть термофол. Он теплоизолятор, он есть тоненький, 5 мм, это я вам даю очень ценный совет. Стоимость его невелика сейчас. Если с одной стороны есть фольга, есть такие модификации, когда с другой стороны липучка, и вы на гладкую поверхность можете просто ее налепить, как вот пластырь, да? Что это дает? Это дает очень многое. Отражение солнечного света. И если бы у нас были зеркала, представим себе, то у нас мы знаем, угол падения равен углу отражения, тогда бы угол Солнца менялась бы, луч был только в определенное место. А поскольку это рифленая многогранная поверхность, ячеистая, то тогда свет, куда бы, под каким углом бы ни падал, отражается во все стороны. И листва с другой стороны получают свет. Ведь, конечно, мы часть света теряем, оно проходит через растение, у нас же не так густо заросло, чтобы вообще свет не проникал, как в тропических джунглях внизу, в самом основании, у подножия. Поэтому мы можем использовать обратную сторону. Это тоже ценный, важный совет. Но здесь у меня проведен, вы видите, слева еще скажу, и перейдем к дальнейшим снимкам, что, во-первых, мы видим слева вот эти две железные трубы отопления, которые я говорил. Впереди его не совсем видно, сейчас там котел стоит, и труба прямо вот за растениями, которых мы сейчас вот без листьев стоят. Теперь белая труба полипропиленовая, это вода. Мы провели туда из дома воду, краны. Трубопровод можно было бы сделать автоматически, но это просто не нужно, потому что у нас здесь есть система воздухообмена особая. Когда трубы забирают горячий, скаленный летом воздух в верхней части зимнего сада, вы увидите и такие кадры позже, и под землей, под грядками, вот где сейчас ящики справа стоят, пустые, там под землей коллектор сборный, куда вот эти трубы входят. Потом под каждой грядкой они перфорированные, проходят под определенным углом вот в сторону зимнего сада, где вот эти железные трубы, и там есть приемный коллектор, который проходит параллельно вот этим трубам, но под землей. Это, естественно, берутся просто канализационные серые трубы. Так вот, и уже в некоторых местах стоят вентиляторы. Видите, выход из земли, и тут вот мы видим три вентилятора, которые гонят в воздух, выдувают. И что у нас происходит? Воздухообмен. Горячий воздух летом, раскаленный берется, проходит под этими грядками. Что же мы этим добиваемся? А что мы видим воочию, что называется? Любой человек, который вот был у меня на занятиях, а может быть, кто-то даже видит и сейчас из тех людей, я обычно показывал, я говорю, посмотрите, какая жара, ну, очень жарко бывает, 40, 50 и больше, а посмотрите наверху, какой воздух, ну, еще жарче, это понятно по законам физики. А теперь потрогайте рукой, я говорю, воздушный поток, который выходит, выдувается вот с этих вентиляторов. Они трогают, холодный. Я говорю, что происходит? А происходит следующее. Горячий воздух засасывается, проходит через систему труб. Почва, там температура гораздо ниже, гораздо. Происходит конденсирование. Во-первых, первый бонус мы получаем какой? Попадает влага в осадок, и через перфорированные трубы, через равные расстояния, в почву на глубине 60, 70, 80 сантиметров, по мере удаления от начала до конца грядки, в почву втекает. Корневая система растений уже к тому моменту берет в воду спокойно многих культур с этой глубины. Тем более почва рыхлая, она прекрасно дышит, в ней воздуха много, тем более под землей проходит еще и сам по себе воздух. То есть получается влага, прекрасная аэрация. Поливать, кстати, при этом вообще практически не нужно с таким мульчированием. Что мы еще получаем? Какой плюс? Самое главное, о чем люди просто не думают. Мы практически не проветриваем. А что это значит? А это значит, что мы сберегаем бесценный углекислый газ. Да-да, основа основ. Потому что процесс фотосинтеза, с чего я начал, то есть образование органических веществ на свету, именно той биомассы, которая нам, как огородникам, необходима в виде плодов и так далее, продуктов, жизнедеятельности растений, здоровых их жизни, она образуется по большей части из-за того, что у нас в атмосфере есть углекислый газ, как основа всех жиров, углеводов, белков, ну белки еще азот, но углерод, кислород, водород, да? И, собственно, вот азот, если это белки. И все, это 4 минерала. То есть 4 элемента. Понимаете, какая вещь? Но углерод основа строения, и чем его больше углекислого газа в воздухе, в атмосфере, в данном случае внутренне, теплица, зимнего сада, неважно. Если мы не проветривать, а для чего проветриваем? Жара, понятно? Так вот, есть методы, благодаря которым мы можем снизить проветривание. И чем меньше мы будем этого делать, тем больше углекислого газа в результате почвенных, вот работы почвенных бактерий, да? Ведь солома также гниет, растения, остатки. Выделяется углекислый газ в результате жизнедеятельности почвенной микрофлоры. Что происходит дальше? Если мы этот углекислый газ внутри теплицы, зимнего сада, а как бы аккумулируем, не проветриваем, растения при, конечно, освещении, при достатке влаги, быстрее в разы начинают расти. И вот теперь вы увидите, насколько в разы, а дальше я уже прокомментирую следующее. Обратите внимание на эти растения, как бы пока голые. Многие из них, вот видите, с другой стороны, это вот уже фото сделано через неделю. Это инжир. Я сейчас в теплицах оставил на зиму несколько культур, некоторые цитрусовые инжиры, которые держат низкие температуры, там до нуля. Я адаптировал многие до нуля градусов. И, конечно, выращиваем все. И томаты, и перцы, и, так сказать, вот это все, что угодно. Но это немножко позже. Вот тут на кадре вы видите лучше вот эту фольгированную поверхность, рифленую, да? И, во-первых, красиво достаточно. Вот уже 4 года, и ничего не обдирается, если, конечно, руками или там предметами каким-то не обдирать, зимний сад, вот вы видите, наклонные стропилы. Я рассчитал так, что, кстати, поликарбонат, уж извините, техническую маленькую часть скажу, они же 12 метров в длину, листы, стандартные, заводские, на 2,10 шириной. И я подбирал, делал основу не как попадя, чтобы потом резать поликарбонат. Мы вообще резать не делали, кроме вот угла, где образуются вот эти углы, поворот один и другой поворот теплицы. Все остальное рассчитано до миллиметра, когда у меня листы кладутся между через балку. И вот там есть швы. Поскольку у меня балка, две доски сороковки друг к другу, то есть 80 миллиметров ширины, широкая, то в центре листы, не доходя друг к другу, сантиметра полтора, это важно делать, потому как температура высокая, поликарбонат играет. И это очень важно. Поэтому его даже болтами нельзя притягивать плотно, а нужно сначала сверлить по правилам дырочек. Мало кто это знает из тех, кто занимается даже садами, навесами. Я таких фирм почти не видел. Понимает законы расширения материала, и в том числе он должен играть. Поэтому больше дырка сверлится, потом с болтом, с шайбочкой обязательно резиновые, а не поликарбонатные, как это сейчас делают. А есть фирма Polygal, другие, которые поставляют, и можно купить их. Есть фирмы, которые продают резиновые, очень удобные пресс-фитинги. Ну, кстати, конечно, я не могу вам сейчас это все подробно рассказать, я знаю это все досконально. Поэтому у меня в моих информационных продуктах это есть. Вот потом, кто пожелает, собственно, вот там найдете, есть у меня такой номер 4. Вот там именно по конструктиву зимних садов. Дальше идем. Смотрите теперь по росту. Вот вы видите инжир, а я вам буду говорить через сколько. Вот следующий кадр. Это прошла неделя. Вот теперь пройдет еще 2 недели, а потом полтора месяца. Вот 2 недели. Вот мы уже посадили перчики под них в саду, убрали лишние ящики ненужные отсюда. Значит, вот вы видите как. А теперь посмотрите внимательно через полтора месяца. Это я уезжал, сейчас я вам скажу, когда. Это было вообще где-то в июне, в середине июня снято. Вот это. Вот внимательно посмотрите густоту. Конечно, это трудно понять сбоку, я поэтому с разных вопросов. Посмотрите, что... Значит, посмотрите, вот. Здесь, конечно, вот эти джутовые веревочки, канаты, это просто перцы. Кстати, вы их видите, здесь уже плоды видны. Вот у меня уже первые томаты, а, кстати, и томат виден красный, вот там сзади, значит, показан. Уже плодоношение было в июне, благодаря таким методам. То есть мы стали в рассаду выращивать, начиная, конечно, ну, скажем так, с конца января, с начала февраля, с начала перцы они дольше растут. Вот понятно, что огурцы быстрые, это смысла нет, это буквально за 2-3 недели до посадки. А вот уже томаты где-то за месяц. И поскольку у нас температуры тут достаточно быстро прогревают, то есть уже первое солнце, после февральского, вот, как говорится, пробуждения активности, март, то есть тут же температуры летом, то есть днем, днем прогреваются где-то до почти 20 градусов из-за солнечный день. Ну, конечно, мы тут уже можем включить и отопление, и это уже не те ресурсы, и ускорить процесс. Позже быстро прогревается, поскольку под ней трубы, кстати, вот те самые трубы, проложенные под землей, которые летом в жару несут туда жаркий воздух, охлаждая его, ведь мы же теперь можем реже проветривать, что и делаем. Поэтому так быстро растет биомасса, потому что мы сохраняем углекислый газ в воздухе. И вот благодаря этому, плюс высокой температуре, а чем выше она до определенного предела, конечно, тем ускоряются обменные процессы. Есть еще одна хитрость. Например, как вы не поливаете, например, томаты. Но, например, если у вас в теплице почва не укрыта ничем, как в основном у всех, то тогда при температуре плюс 50 на почве прекращается всасывание корневой системы воды. Это очень важный нюанс. Поэтому вы думаете, у вас воды не хватает, еще больше поливаете, а томаты, перцы не надо часто поливать. А у вас проблема другая. Всасывание нет. Так вот мульчирование, соломой покрывания почвы, другой мульчирование, как раз эту проблему решает. Поэтому у меня иногда плюс 60 внутри, плюс до 60 доходит. Тогда мы уже начинаем проветривать, конечно. Но прет, вот у меня прирост вот этого инжира с нуля за полгода, вот за теплые полгода, значит, 3 метра. И мы подрезаем на высоте вот 3 метров. Так, покажу еще несколько снимков. Вот, пожалуйста, этот. Вот этот. Посмотрите. Это все было вот недавно сделано. Вот, кстати, такой снимок. Прекрасные здоровые листики. А вот эта вот маленькая крошка, это, значит, что такое? Есть, безумно, известная проблема тлей. И тли любят поражать, вот, вернее, извините, что я говорю, какие тли? Клещи, паутинный клещ. Да, это известная проблема садоводов. Я в своих методиках рассказываю, как, но главное, мой метод борьбы заключается, вообще их 2, ну, 3 основных химии мы убираем. Второе, а, значит, это, скажем, опрыскивание достаточно прохладной водой утром и вечером, мы их как бы разбиваем, их численность постепенно уменьшается. Это метод, ну, трудоемкий. И третье, биологически, когда мы покупаем, и есть такие фирмы, к сожалению, в России нет, но в Голландии, например, да, где разводят несколько видов хищных клещей, которые питаются паутинными клещами. Причем есть виды, которые едят взрослых, только особи, а есть, которые еще и яйца поедают. Я беру 2, и мы эту проблему полностью решаем. Это посыпаются, они перевозятся в таких опилочках, живут они недолго, перевозятся при температуре, там, плюс 8, поэтому это делать надо быстро. Это просто 2 слова, я вот отвлекся, ну, сказал вот еще такую вещь. Значит, так, хорошо. Значит, вот, опять-таки, в этом саду зимой, вот эта зима, тут лук, пожалуйста, мы вот выращиваем и другие, если без отопления. А теперь вот посмотрите, что было у меня когда-то, года вот 3 назад. На переднем плане большие листы банана, сзади папайи, кстати, папайи у меня уже были, доходили до плодов. Вот, кстати, за ними, видите, красные, это томаты. Вот стрелочкой я показываю, если кто видит, да, левый угол, верхний практически. Вот, вы видите, что это тот же зимний сад, вот эти системы воздуха, выводы из почвы, вот, и здесь другие тропические культуры, то есть я очень много проводил эксперимент. Вот бананы в приближении, я вам сейчас несколько снимков таких покажу, интересных, я вообще их очень люблю, не только как, значит, плоды, а еще и мне сама эта трава нравится, и я с ним веду эксперимент. Тут гинго-белоба, ну, это, так сказать, эти растения у меня уже до минус 30, держат 35 без укрытий на улице, я веду с ней тоже определенную, так сказать, такую, ну, не селекцию, да, ну, можно назвать и так. Так, это вот инжиры маленькие, которые мы обрезаем, обрезаем, черенкуем, и вот сажаем, ну, так сказать, вот проращиваем. Так, ну, здесь у нас другие культуры. А вот, пожалуйста, вид зимнего сада, это снимок был сделан зимой, вот слева, то есть справа лимона, слева вы видите бананы, и гуаяву, вот чуть подальше, вот это вот гуаява, древовидный ствол. Вот то, что выросло, а выросло больше трех метров, обрезали, выросло с метровых отростков, так сказать, сады за, значит, вот полтора сезона, полтора года, и дало плоды уже, вот на второй год. Плоды мы вырастили, семена из плодов, и сейчас у меня второе поколение держит температуру, ведь это тропическое, очень вкусное ароматное растение, очень вкусное. То есть вот аромат глубже, чем у полевой клубники. Я уж не говорю про землянику, гораздо глубже. Это, пожалуй, самое ароматное на планете плоды. Но, значит, я скажу так, что они не держат ниже плюс уже 18, им уже становится немного, так сказать, плохо. Сейчас я довел до плюс 5 градусов, и я надеюсь, что я смогу вести дальше вот эту селекцию, и будет еще интереснее. Результат, вот мой, скажем, там телефон видно стоит, вот банан, то есть видно, какие толщина стволов. Так, значит, это мы говорим, а вот уже попали, видно уже боковые пошли побеги, когда верхушку причипываешь, пошли. Ну, кстати, плоды там уже были созреваемые. Это мои цитрусовые. Кстати, рекорд был 2 метра прирост за год. Это все благодаря моим вот этим методам, которые я говорю. Но начинать надо с азов, с работы с почвой. Именно с почвой, с чего я всего сегодня, собственно говоря, веду и объясняю, что именно живая почва и теплица, и вот наш зимний сад, и высаживание, выращивание урожая, это все зависит основа. Другие методы, да, я сегодня тоже ведь о них вам говорю, но почва – это поставщик жизненно важных минералов. И, конечно, воздух. Я ведь тут вам рассказывал уже о универсальных свойствах, именно и вообще свойствах углекислого газа, и как они важны, и как этим можно играть. А если, как японцы ставили эксперименты, еще помимо вот этого накопления углекислого газа, достаточной увлажненности там и прочих факторов, они еще создавали разряженную обстановку, низкое давление, то тогда там помидоры у них вырастали 4-5 метров деревьев и прочее, и прочее. Но это уже тема отдельных передач. Вот цитрусовые. А вот этот трост, например, до потолка до 3 метров дошел с полу, то вот этот экземпляр. Вот здесь у меня получена, вот посмотрите, моя рука, в принципе, не такая уж и маленькая. Вот мы взвесили кило или кило 100, просто сейчас не помню, весит, это майорс, по-моему, лимон. У меня их коллекция определенная создана. А вот в южной части зимнего сада, посмотрите, вот томаты. Перед тем, как их еще первое пасынкование начинается, вот они у меня так росли. Здесь вы видите, с этой стороны, вот томаты с салатом сидят. То есть мы всегда нижние листья убираем. Когда уже биомасса разрастается, таким образом свет проходит на грядке. И часть грядок мы не укрывали соломой, а просто сажали, например, какую-то зелень. Но сейчас уже по мере того, как у нас площадей больше стало, это мы не делаем, и мы все закрываем вот той самой соломой, которую вы уже видели. Вот посмотрите, как у меня растут острые перцы. Длинные вот эти астраханские и прочие острые перцы. Ну, прекрасный урожай и растения, как вы видите. Вот моя, опять-таки, левая рука. Вот фотография. Это вот некоторые сорта, ну, такие черные сладкие перцы. Только, опять-таки, густые, сильные растения и хорошие крупные урожаи. Это все благодаря работе с почвой, с правильной подготовкой, с условиями вот этой агротехники и прочее, и прочее. Дальше. Значит, вот давайте посмотрим рассаду. Вот раньше я в своем ближайшем хозяйстве, где откуда, собственно, уже рассада перевозилась, сейчас она уже выращивается, будет там. Но у меня не было таких площадей, теплых и хорошо освещенных, для этого ранее. И поэтому мы ее просто перевозили с другого хозяйства. Вот мы в горшочках пластиковых специальных, я их беру из-под меда. Новые, конечно, покупаю в тысячами, дешево, оптом. Мы просверливаем определенные в местах дырочки. Это целей здесь несколько. Все я сейчас не успею сказать. Но подробно об этом, обо всем, что я рассказываю, подготовка, и вот чтобы добиться высокого-высокого темпа роста рассады, чтобы она была крепкая, болезнями не поражалась, нужно работать с почвой, и нужно правильно соблюдать условия все вот эти вот агротехники работы, начиная с семенным фондом и семенами. Все это очень несложно, очень просто. И времени уходит мало, если знать вот эти нюансы, такие, как сегодня я вам рассказал про углекислый газ, интересные нюансы. Их очень много. И я об этом специально, поэтому стал все-таки и в этой области вести занятия важные. И вот у меня тот инфопродукт, который сегодня мы вам предложим, там именно с АЗОВ, начиная с подготовки самой почвы по осени, для рассады, работа с этой почвой, работа с семенами, с рассадой, проращивание, стратификация, вот это все, пересадка маленькая, пикирование уже малюсеньких растений в горшочке выращивания рассады, ее перевозка на места произрастания, тоже нюансы определенные. И так, ответ, освещение, вода, все разобрали. Это очень сильный, важный продукт, большой труд мой, который я вам сегодня предложу, чуть позже приобрести для того, чтобы вы могли знать от и до всего сами все мои вот эти наработанные секреты, нюансы, мои знания. Так вот, лампы я использую только рефлакс. Это то лучшее, что я, поверьте мне, я выкинул несколько сотен тысяч рублей на то, что покупал, в том числе, пытаясь сэкономить на электричестве, в том числе светодиодные лампы различные. Я вам скажу, пока это все выброшенные деньги, пока, ну, по крайней мере, на год давности. Я постоянно на пульсе всех событий держу руку, что называется. У меня, например, освещение в домах везде сейчас, только светодиодное. Я все это изучаю, все передовые технологии. Я вообще в этом знаком со всем, начиная там даже вплоть до резонансных генераторов. Но, скажем, вот просто, чтобы сейчас пока не терять время, вот рефлекс лампы, наши отечественные, срок 20 тысяч часов, службы почти уже приравненных к светодиодам, это класс натриевых ламп. Они горячие, конечно, но плюс можно использовать их тепло, плюс как-то использовать для обогрева. Но главное, весь полный спектр солнечный, они передают. Темп роста всех видов растений изумительный. Это лучшее. Я вам просто это вот вкратце говорю. Не в качестве рекламы, как говорится, я тут не себя же рекламирую, а просто как есть. Как я всегда и говорю, собственно. Я собираю, еще два слова скажу. Вы видите, здесь снытик пиву, потому как везде это растет. Это просто чудодейственные растения, полезнейшие, с полным, очень широким набором минералов. Я очень рекомендую это употреблять в пищу, в салаты, в зеленые коктейли. Это большое дело. Вот мои томаты, в том числе, видите, черные. Сейчас несколько сортов. У меня сидит сейчас порядка 15 сортов томатов. Через мои руки их сотни прошли. Гибридов, сортов старых, новых. Я веду старый семенной фонд. Растения, которые, скажем так, сорта, которым 50, 70 лет и более. И у меня есть и этот семенной фонд. То есть, я комбинирую, беру, конечно, некоторые гибриды для определенной цели. Понятно, что есть наиболее вкусные, интересные сорта, которые мы должны, конечно, попробовать и гибриды. Это, так сказать, не какие-то ГМО гибриды, есть гибриды. Просто это селекция определенная. Но таких свойств, конечно, во втором поколении не будет. Поэтому приходится покупать семена. Но я, как человек такой прагматичный и запасливый, всегда держу параллельно в виду линии растений, ну, скажем, сортов, чтобы они были. Мало ли что случится в стране у нас, все может быть, а у меня будут свои, так сказать, семена всех видов растений, какие мне нужны. И я их просто вот удерживаю, выращиваю, получаю семена. И просто, как это всегда, в народе у нас столетиями передавалась, ну, собственно, из поколения в поколение. Так оно и должно быть. Это небольшие части разных урожаев. Так? Дальше. Вот, вот, очень крупный севилья сорт герцов, гигантский просто, вы видите, они по 20 там сантиметров в длину, толстая стенка, 8 миллиметров. Есть у меня сорта и полтора сантиметра толщина стенки. Вот, опять-таки, вы видите внизу столому. А вот та самая теплица, значит, 3 метра на 20 уличная, где вот мы видим на, я даже совмещал, ну, у меня много экспериментов было, вот сзади справа огурцы, снизу перцы, а слева томаты и прекрасно это растет. Тут нужно просто понимать, что перцы, например, и томаты любят сухой суши, по крайней мере, воздух и, конечно, высокую температуру и реже их надо поливать. Огурцы любят большую влажность, это все-таки лиана, тропическое растение субтропики и, конечно, значит, выдерживают более высокую влажность воздуха, ну, а чтобы не болели, это, как говорится, тут меры нужны понятно какие, наверняка другие спикеры об этом многое говорили, я не буду, потому что всего невозможно коснуться в одной теме, хотя я вам сразу скажу, что огромное плюс, огромное дело здесь делает именно иммунитет, если это так можно выразить, растений, потому что, а он зависит от того, какая плодородная почва, насколько богатая она, вот как для нас, для людей, любых животных, если в нас через питание мы получаем все необходимые витамины, минералы, если кишечная микрофлора наша правильно работает, если мы ведем здоровый образ жизни и прочее, прочее, мы защищены в большей мере от разной инфекции, бактерий, вирусов, да, вредных, чем те люди, которые, это сказать, не соблюдают нормальный образ жизни, режим, и, собственно, едят не пойми что, и так, это понятно. И у растений то же самое, потому что процессы биологические, те же логики, родная, космическая логика, она едина, это законно, причинно-следственные связи, поэтому, если мы сделаем нашу почву богатой, плодородной, если у нас будет вдоволь всех минералов и условия, мы создадим растения, вот, прекрасные те, какие им надо, хотя это все просто можно сделать, то тогда у нас будут и растения здоровые, и прекрасные урожаи, ну, и, соответственно, методы, вот как я с паутиным клещом, поверьте, мне есть аналогичные биологические, простые методы, значит, по всем болезням, но об этом мы обязательно поговорим в других передачах. Вот последнее, про завершение, вот эти маленькие, есть многие сорта, есть маленькие, невысокие, я их обычно располагаю от, значит, падения лучей солнца от внешней стороны тепли, по мере того, как они самые маленькие сорта, потом средние пирамиды, и выше, чтобы солнечные лучи прекрасно запрещали все виды, все наши перчики, все растения. Ну что ж, а теперь я предлагаю, что сделать. Я буквально пару слов, сейчас, потом мы вернемся к продолжению нашей темы, скажу все-таки еще чуть-чуть подробнее о инфопродукте, и потом дам слово Сергею, чтобы он объяснил, как можно приобрести его. Значит, вот смотрите, я действительно решил, ну скажем, вот год назад, что да, жалко не давать эти знания, но времени у меня очень мало, и все-таки, ну я, кто обо мне узнает, поймет, почему я так говорю, что мало, многие даже мне пишут, что мы не понимаем, как вы можете все это просто делать, один человек успевать, и это действительно так, у меня 20 видов бизнеса, я контролирую от и до, до последнего гвоздя, лично сам все. Вот, поэтому, а сейчас у меня еще эко-отель строится в Пушкинских горах, то есть я, ну у меня очень много интересных проектов, такой обучающий будет центр, центр оздоровительный, центр агро-экотуризма, технологического туризма в Пушкинских горах. В моем хозяйстве сейчас, я тоже еще в этом месяце, ну не знаю, успею, может быть придется на сентябрь сложить проведу последнее в этом году практическое занятие в моем хозяйстве, вот в этом, которое вы видите сейчас перед собой, большое интересное хозяйство, на тему аграрную, сбор урожая, прочее, хранение и так далее. Теперь я вам скажу, что в этом инфопродукте, который сейчас вам мы презентуем и вам я рекомендую приобрести. Во-первых, начну с того, что именно сегодня мы делаем на него, ну, особо низкую цену, вообще его цена этого курса двух моих занятий тоже небольшая, 6 тысяч рублей, потому что знания каждый человек получит в разы больше, экономит больше денег, от приобретения этих огромных знаний. Я же скажу так, что цена его, вы можете даже в блоге у меня посмотреть, проверить, есть, это называется инфопродукт номер 3, раздел у меня такой, есть инфопродукт, цена его 6 тысяч рублей, но сегодня она будет там чуть ниже 3 тысяч, значит, только на два дня вот эти, на сегодня и завтрашний день. И потом это продаваться уже продукт не будет никогда и по этой цене. Так вот, я вам предлагаю приобрести, что же там? собранные мной секреты, знания моей многолетней деятельности о, значит, плодородии почвы, о темпах роста, о растениях, осуществленности, как влияет цвет, как влияет вода, какая вода, как работать с семенами, собственно говоря, чтобы была высокая всхожесть, чтобы, скажем, правильно отобрать потом лучшие экземпляры и посадить их, в какой, опять-таки, в какие условия, как я работаю вот с этими стаканчиками, с влажностью, с светом, там есть свои очень тихие хитрости, нюансы, которые люди познавают, говорят, господи, как же действительно это много времени отнимает просто, но в итоге вы будете в 2-3 раза это минимум выращивать, рассаду, быстрее, так она будет крепче при этом. А болезни, ну, практически исключены. Все, конечно, может быть, и занятий можно любую заразу, но тем не менее, я и об этом во всем подробно, причем наглядно, под видео, не просто там текстом или как-то, да, рассказываю на занятиях, когда есть и вопросы, и после вот моих лекций у разных групп разные вопросы, я на них отвечаю и показываю как раз, там, знаете, что интересно, там был такой момент, когда я привожу людей в свою, так скажем, лабораторию, там, на второй этаж, и у меня огромные такие столы стоят, там, там, много метров, и выращиваются тысячи горшочков с разными, там и баклажаны, так сказать, вот растут у меня, и я вот там на практике, что называется, показываю, рассказываю, объясняю вот эти нюансы с воздухом в почве, с как я горшочки прожимаю определенным образом, зачем я это делаю, как они, ну, и так далее, не буду сейчас больше говорить, в общем, это действительно информация бесценная, уникальна, я бы в свое время, честно скажу, любые бы деньги отдал бы за это, что я совершал, как и все мы, много этих ошибок, которые не считал за ошибки, но, по большому счету, я терял время, я не получал должные, как и мог бы получать урожаи, и главное, не только по количеству, вы поймите, да, по количеству это само собой, я вам об этом говорю, в 2-3 раза больше, но, их качество, это очень важно, задумайтесь ведь над этим, нам не только количество важно с вами, если мы разумные люди, а именно их качество, качество, это количество и разнообразие минералов в этих продуктах, а значит изначально в той почве, так вот давайте применим эти знания, мои знания на практике, я вам очень рекомендую приобрести эти уникальные, действительно продукты, тем более сегодня для вас, как для, знаете, новой вот этой темы, нового проекта интересного, который вот, скажем, с моей легкой подачей, да, Сергей Добраздоровин открыл эту тему, этот проект интересный, я специально делаю сегодня вам такую скидку, чтобы как можно большее количество людей ознакомилось с этими моими знаниями, трудами и добились результатов, как я, может быть даже лучше, передаю слово, а потом мы встретимся снова, Сергею, Сергей, да, да, дорогие друзья, значит, что я хочу вам сказать, по поводу, я видел комментарии насчет того, что, ну, кто-то ждал больше про грядки, кто-то ждал про теплицы, тема, потому что, на самом деле, такая прям очень обширная, мы обсуждали это с Юрием Андреевичем перед эфиром, и я предлагал сделать, как-то вот, ну, больше за, не шивать, вот какую-то одну тему взять, но Юрий Андреевич все-таки захотел озвучить сразу несколько тем, и у него просто экспертность высокая по многим вопросам, хочется донести это все до вот слушателей, поэтому было сегодня немножко и про то, и про то, и про то, ну, больше остановился Юрий Андреевич сегодня на зимнем саде, я так понял, что больше ждали многие, ну, может, не многие, может быть, это просто несколько участников, которые вот написали в чате, что хотелось больше послушать про грядки, здесь я что еще хочу сказать от себя, друзья мои, вы, я вам как организатор просто хочу вот этого мероприятия сказать, что вы тоже не в какие-то моменты относитесь к этому, ну, так, что это первый марафон, то есть мы его проводим сейчас первый раз, у нас нет пока обратной связи от вас, вот мы сейчас этот марафон проводим, мы получаем от вас обратную связь, и уже на основе этой обратной связи мы будем готовить новые лекции, наши спикеры получат эту обратную связь, они будут готовить лекции конкретно по конкретным темам для конкретных групп людей, у меня 6 соток, а у меня 2 гектара, значит тебе надо на один тренинг, а тебе надо на другой, тебе нужна одна лекция, тебе другая, поэтому вы, пожалуйста, те, кто вот такие нетерпеливые, наберитесь терпения, наберитесь, потому что будет все, и чем больше вы нам дадите конструктивной обратной связи, тем быстрее, соответственно, это все будет. Теперь, что я хочу сказать по поводу инфопродукта Юрия Андреевича, о котором он сейчас рассказывал, для того, чтобы увидеть ссылку на этот инфопродукт, вам необходимо обновить страничку, и вы увидите эту ссылочку как раз над блоком комментариев, информационный продукт от Юрия Андреевича Фровова. Обновляйте страницу, ну и нажимайте, соответственно, play, после этого, для того, чтобы вернулась сама трансляция. Вы увидите эту ссылку, переходите по ссылке, и Юрий Андреевич вам дальше расскажет, значит, что это за продукт. Я могу только сразу сказать по поводу оплаты, ну, такие технические моменты, да, это касается и вот оплаты этого инфопродукта, оплаты, ну, вообще всего, что у нас можно приобрести, и записи пакета, и вступления в школу, о которой мы говорили, всего-всего-всего, и если другие спикеры что-то будут тоже предлагать, что можно приобрести, значит, каким образом можно оплатить? Оплатить можно, первое, банковской картой, неважно, Visa, MasterCard, это может быть какая-то карта социальная, которая платежная, значит, банковской картой. Банковские платежи у нас принимаются через систему PayPal, это международная система с высочайшим уровнем защиты, вторая система, это RBK Money, это наша российская система, тоже с очень высоким уровнем защиты, третья система, это Z-Payment, тоже достаточно известная система, вот, среди тех, кто таким образом оплачивает, значит, тоже уровень защиты очень высокий, поэтому не переживайте по поводу, я знаю, что многие переживают, как вот я введу номер банковской карты, у меня там потом что-то украдут, нет, вот с этими системами, через эти системы у нас прошло уже несколько десятков миллионов рублей за несколько лет последней работы, и не было ни одного случая увода данных клиентов, поэтому тут вообще можете быть спокойны. Второй способ, это электронные деньги, если у вас есть Яндекс кошелек, WebMoney, кошелек PayPal, Kiwi, то вы можете, соответственно, воспользоваться ими, тоже с помощью Z-Payment, Z-Payment предоставляет эту возможность, третье, это PayPal, прямой перевод PayPal, и если, допустим, ну, бывает такое, что из другой страны, невозможно оплатить банковской карте, возможно сделать PayPal-овский перевод, четвертое, это Яндекс деньги, и пятое, банковский перевод, то есть вы можете зайти в тот же самый Z-Payment, распечатать квитанцию, прийти в банк, оплатить эту квитанцию, и после того, как деньги поступают на счет, вы сразу же получаете, соответственно, ссылки на те продукты, которые вы приобрели. Если вы хотите ускорить этот процесс, можно квитанцию сфотографировать и прислать ее нам, тогда вы получите ссылки в тот же день. То есть все это делается, в общем-то, просто, абсолютно безопасно, поэтому можете этими способами воспользоваться, ну и, соответственно, получить какие-то инфопродукты наших тренеров, наших спикеров, вступить в нашу школу, о которой я рассказывал, и тому подобное. Так, друзья мои, вы мне, пожалуйста, сейчас поставьте в чат плюсик те, кто обновился, кто увидел ссылку, кто меня сейчас слышит, кто по этой ссылке уже перешел, поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы я понимал, что вы у нас в эфире. Интересно, но мало. Я согласен. Да вообще, после каждого выступления Юрия Андреевича все время кажется, что мало. Шесть часов мы вели с ним один раз в вебинар, и тоже было мало, если честно, потому что чем больше узнаешь, чем больше узнаешь, во-первых, этого человека, во-вторых, чем больше узнаешь информации, которую он дает, им хочется больше, больше, больше. Так, ну отлично, я вижу, что плюсики побежали. Тогда, Юрий Андреевич, я передаю слово обратно вам. Вы, пожалуйста, про инфопродукт тогда сами расскажите на какие-то вопросы, которые сейчас будут у наших участников. Вы тогда ответьте, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Благодарю Сергею. Значит, я вот уже, как говорится, я понял, что слово я взял. И сейчас видно уже меня. Ну, в принципе, это и нормально, потому что презентация по большому счету уже закончилась, то есть те слайды. И теперь действительно я буду отвечать на ваши вопросы, хочу сразу немножко только пояснить. Во-первых, то, что вот вы, некоторые уважаемые товарищи, говорите, что, так сказать, и вот про огрядки. Пожалуйста, конечно, я сейчас вам расскажу. Сейчас будут вопросы, я вам расскажу, что вы хотели об этом узнать. Но понимаете, в чем дело? Я хотел донести до вас главное. По крайней мере, начать с азов. А что такое азы? Это понимание сути проблем. Вот я приведу аналогию другую, чтобы вы просто правильно поняли меня. Вот у человека, не дай бог, какая-то болезнь. Он идет к врачу, ему удаляют какой-то орган, опухоль, неважно что. Решена ли проблема? Ну, человеку лучше стало на какое-то время. И кажется, что вроде да, да и не знает он другого пути. Потому подсказать некому, да и врачи не обладают, как правило, иной информацией, резать к чертовой матери. Ну, это я так условно, да, все это дело говорю. Так вот, а причина устранена? Нет, причина не устранена. Процессы запущены. Я хочу, как и в своих лекциях по здоровью, я говорю всегда, людей учу основам. Не все это, к сожалению, в начале понимают, а сегодня новая аудитория, по крайней мере, на 50-60%. Вы поймите, я даю знания не так, как немножко другие люди. Я говорю, конечно, конкретику. Я же говорил сегодня некоторые нюансы, которые очень важные, говорил. Но я, вводная у нас тема сегодня, нельзя рассказать обо всем. Знаю я очень многое в разных областях. Сегодня я хотел вам дать первые наводки, вводные данные о причинно-следственных связях в природе, явлений, потому что все знать человек не может. Очень много информации у нас в мире уже накоплено. Это просто не хватит никакой жизни, даже тысячи лет. Но важно знать другое, понимать взаимосвязи, процессов и явлений, понимать, как происходят биологические процессы. Тогда в любой новой ситуации, схожей, в какой вы обязательно окажетесь сотни раз, вы сможете принять правильное решение, потому что знать будете именно причинно-следственные связи, а не конкретно надо сделать это, это и это. Я сегодня вам дал очень важную, кто, как говорится, с глазами и с ушами, услышит и увидит, уникальные вещи о, например, процессах в зимнем саду, как можно увеличить биомассу и на что люди внимания не обращают. Я не могу вам, конечно, всю инженерию рассказать. Что касается грядок, сейчас мы, конечно, дальше. И по инфопродукту. Вот это как раз основа основ, тот инфопродукт, который мы сегодня вам предлагаем, и Сергей объяснил, как его можно приобрести технически. За эти вот смешные для него деньги, это два мощных вебинара, там 30 часов видеоинформации. Там вот таких нюансов сотни, про которые я рассказывал. Люди, кто приобретал это, кто был у меня на занятии, кто приобретал, безусловно, по их же отзывам и словам, конечно, более чем довольны, потому что на практике уже многие смогли применить эти данные и получить уже прекрасные результаты, как и получаю их я. Значит, теперь давайте, пожалуйста, по вопросам. И тут мы сделаем так, поскольку я сейчас нахожусь, ну, так это технически у меня получается, в таком, так сказать, вот смотрю на ноутбуки и фактически вас не вижу, чат не вижу, то жена на другом компьютере, скажем так, она видит. И она мне какие-то, или дай мне вот это, значит, мелко, ну да, я сейчас, я буду эти вопросы какие-то интересные вам сейчас расскажу. Значит, сейчас или параллельно или после вы, кто захочет, можете приобретать эти продукты, а, так сказать, мой продукт приобрести, Сергей объяснил как, а сейчас я вам расскажу. Так, попытаюсь быть, значит, с арбузами. Жаль, я сейчас не могу вам показать те кадры, какие арбузы у меня шикарные, а у меня есть маленькие ролики, вы можете потом зайти на мой проект Клуб Органического Земледелия, кстати, на него можете перейти с моего блога, зайдете, юфролов.ру, там есть раздел проекты, и там есть Клуб Органического Земледелия, нажмете, перейдете, там есть видеоролики, в том числе по арбузам, посмотрите, какие красавцы, никто даже не поймет, что это арбузы маленькие, как я ворачиваю, рассаду, а потом плоды, плоды прекрасно, отщипывать надо, оставляете 3-4, все зависит от климатической зоны освещенности, досвечиваете в теплице, в парнике, или как вы выращиваете, но оставляете 3-4 плода, дальше отщипываете, значит, боковые отростки, лозу, длинную слишком не пускайте, оставляете определенное количество 5-6 листьев на 1 арбуз, этого будет достаточно, отщипываете, чтобы вся сила шла на наливание этих арбузов, под арбузы подкладываете сухую солому, чтобы они снизу не гнили, если вертикальные сеточки подвязывать, если у вас вертикальный тип выращивания, хотя можно, знаете, как сделать, вот теплица, представьте, вы выращиваете там сухой климат томаты, для них и нужно, вы обрезаете уже к середине лета почти нижний ствол на 70 сантиметров, если это высокие растения, от земли, и лиана арбузная вьется под ними, света достаточно, все, то есть вы тем самым экономите место, пространство, зональность распределяете, вот, а можно ли, конечно, глинистый, ну, а, привозом, без привоза черного, так можно, безусловно, я же вам про это и говорю, смотрите, вы на этой почве, глинистой почве, как у меня, там маленький плодородный слой, везете все, что можете накосить, солому, рядом луга обкашиваете, ну, я грубо говорю, да, заказываете сено, или там сами трудитесь, кто как, к осоку накосите рядом на водоеме каком-то, да, там, камыши, все складываете, все это органика прекрасная, особенно, что выросла по берегам озер, ведь сапропелли, это самая плодородная почва, по большому счету, и у вас это, накрываете пленкой, поливаете Байкал-Восток другими средствами, комплексными, которые содержат большое количество микроорганизмов, и у вас будет перегнивать и даваться большой, по 5-6 сантиметров в год плодородный слой, а можно и больше добиться, как я говорил, можно вообще 30, если всю площадь нужную, например, сотку, две сотки, вы вот опилками вот этим, ну не опилками, а, значит, ну, которые я рассказывал, мульчой, помолотой вот этой древесиной, проложите, или тем же соломом, просто более толстый слой, добавьте туда вот этих червей к культуру, обязательно почвенные, вот, бактерии симбиотические, да, и, конечно, если кто может, уже это в идеале, не корица, грибов, тогда у вас очень быстро, за полгода вы получите мощный плодородный слой, ну, за год не спеша, как говорится, уж точно, конечно, можно восстановить это плодородие, так, 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 секундочку, так, а плодородная почва, признаки, вы спрашиваете, что это такое, плодородная почва, ну, само название в русском языке рождает плоды, то есть, конечно, можно сказать и довольствоваться тем, что плодородие, это всего лишь, если большой урожай получен, но это недостаточно, это одна лишь сторона медали, да, большой, хороший урожай, плоды вкусные, это все понятно, хотя вкус это вещи тоже, ну, субъективные, объективные, например, вот если плоды томатов вы любите сладкие, и сорт вообще, который сахара в себе накапливает, бывают же разные сорта, то все зависит от того, есть ли калия достаточное количество минералов почвы, потому что калия обеспечивает вот эту сладость, клубники, земляники, томатов, неважно, хотите сладкое, сыпьте много золы, зола содержит много калия, ну, конечно, и других минералов, а мы тоже, у меня, видите, сколько котлов, у меня дровяное отопление, у меня скапливается гигантское количество золы, которые мы потом в почву добавляем приличным количеством на квадратный метр, там, до 2-3 килограмм, вот, это дополнительно, мы добавляем тем самым минералы, как бы, чтобы были с избытком, ведь растение возьмет сколько ему нужно, так, 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 Зачем кислород? Ох-ох-ох-ох-ох-ох, ну, как же мне учить вас в школьной программе? Кислород нужно, чтобы растения дышали, есть два процесса, фотосинтез и обратный процесс ему дыхания, ночью растения без света дышат, они потребляют кислород и выделяют еще дополнительное количество углекислого газа, а, когда свет днем, или под лампочками, они благодаря свету, значит, именно используют уже углекислый газ в процессе образования органического вещества и выделяют кислород, как продукт побочный этого процесса, вот, вот, собственно говоря, это процесс фотосинтеза, посмотрите обратно ему процесс дыхания, конечно, и то еще идет и вместе эти процессы. М-технологии хорошая вещь, на самом деле, Байкал, да, это комплекс бактерий почвенных, разрабатывал он был в 80-е еще годы, даже тут военные технологии, ну, скажем, разработки, ученый просто побочно это сделал, интересно, эта тема долгая, я, скажем так, подробно, ну, конечно, не буду сейчас застрять на этом внимание, я использую Восток, Байкал, именно для вот этих грядок, для мульчи, но, помните, их можно использовать, если растения у вас уже вот цветут и начали плоды завязываться, все, прекращайте, потому что пойдет все на биомассу, много там, благодаря почвенным микроорганизмам, там очень много азотофиксирующих есть бактерий, очень много будет в почве азота, тогда все пойдет на массу, на вегетацию, и будет мало и маленькие по размеру плоды, то есть до июня, скажем, до, ну, до начала июня используйте, до середины июня, все зависит от того, когда вы растаду пересадили, какие размером растения, потом уже не используйте, иначе будет не очень большой по размеру плоды, так, значит, так, у меня строчки быстренько уходят, так, 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 секундочку, ну, про платежную систему, это Сергей Игорь, помощник, обязательно, так сказать, вот тоже все опишет вам, это не ко мне, а, так вот правильно вы пишете, Геннадий, этот зимний сад 3 метра, он, а вот знаете, я не совсем согласен, что это мало для, скажем, экспериментов, дело в том, что мы можем подрезать растения и вить их в стороны, правильно, это раз, второе, я сейчас строю зимний сад, вот у меня в Пушкинских горах будет зимний сад, который будет в высоту до 8 метров, то есть именно для того, чтобы там были в полный рост папайи, там будут обязательно авокадо, которые я очень люблю, мы будем свои сорта, у меня же не растут, на, так сказать, на вот эти вот будущие деревья, на, пока растут у меня саженцы рассада. Так, вот благодарю вас, Геннадий, да, что за речь мою, ну, в принципе, вот, что есть, благодарю, то есть, рад за оценку высокую. Так, солома, а чем ее надо покрыть? Нет, 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 покрывать сверху уже солому не надо, вы просто иногда ее поливаете верхний слой, просто, чтобы она была влажная, тут ведь под ней будет буквально, верхний слой сухой, а потом будет влага, и будет все прекрасно, черви, вы видели, я даже в самую жару открываю, черви сверху, влажность будет, вы это увидите по почвенным организмам, вот, и почва будет просто влажной, под соломой, она постепенно будет гнить нижний, а верхний слой будет оседать на первый. так, так, о воде, сейчас, о воде, вы знаете, уж больно большая тема о воде вообще, я очень вам рекомендую посмотреть, у меня был вебинар, недавно именно о воде, ну, правда, там это в разделе о здоровье, с темой очень взаимосвязаны, живая вода, и вообще понятие, вот у воды есть физико-химические свойства определенные, их там основных 10, зная эти свойства, мы можем контролировать и свое здоровье в какой-то, в большей мере, нежели не понимая этих процессов, и, конечно, мы можем уже работать с растениями, и очень весьма, так сказать, продуктивно, вы посмотрите ту лучшую лекцию, уж больно тема большая о воде, я бы не хотел сейчас сосредотачивать внимание, иначе ничто не смогу больше ответить, значит, так, доски нет, вот смотрите, доски для грядок, очень хороший вопрос, давайте про грядки немножко расскажу, я не обрабатываю ничем, единственное, вот зимний сад, вы обратили внимание, он такой в начале, такой глянцевый, почему? Дерево, мы обрабатывали по старинной норвежской технологии, это не обязательно делать, ну, я это сделал в виде эксперимента, мой товарищ когда-то строил судно, такое, ну, скажем, по древним норвежским чертежам, то, что у них, собственно, вот плавало и во льдах, лед выталкивал, благодаря определенной форме судна, и вот технология такова, берется живичная, живица натуральная, и олифа, льняная олифа натуральная, и живичный скипидар, и вот в определенных пропорциях смешиваясь, наносится 7-8 слоев, доска пропитывается фактически, типа, вот пропитки антисептика, и лапка, то есть дерево полностью, вода и воздуха непроницаемые, становятся микроорганизмы, и грибы не могут паразитировать и поедать древесину, то есть только верхний слой почернеет, как бы, ну, знаете, типа мухи налипнут, он же липковатый становится, и все, потом будет просто прекрасно. Значит, внутри древесина всегда и вечно будет, так сказать, вот, не гнить, то есть она будет крепкая, дерево будет абсолютно экологичным, и вы можете не волноваться, правильно вопрос задали, и можно, грядки я не обрабатываю, понимаете, 150 на 50 сосновая доска сгниет там, ну, через 10 лет, ну, эти 10 лет, я использую анодированные саморезы, просто анодированные, которые там не ржавеют долго, и все, и скрепляется с торцов, эти грядки очень долго, 10 лет точно существует, ну, знаете, это экономически оправданно. Так, мыши под соломой, мыши заводятся не там, где под чем-то, а мыши заводятся там, где у них есть первая еда, укрытие, и удобные условия существования, если вы исключите эти факторы, то есть, например, зимний сад закрытый, ну, скажем, я не знаю, есть на том много метров, не кто-то делает железные оцинкованные щиты, там, листы, вокруг зимнего сада, на глубину больше метра, чтобы мыши не прогрызлись, туда не по, так сказать, вот, проникли, кто-то делает отпугиватели, ставит там, какие-то разные, я скажу так, летом у них корма достаточно, есть, например, травы некоторые, вот моя, например, соседка по периметру обсадила все свои грядки и зимние теплицы, сейчас, как же это, господи, название, название, я сейчас вспомню, скажу, может быть, темнокорень, или как же он, чернокорень, такое растение, все, мыши нет, чернокорень, обсадите, вырастите это растение по периметру, и реально проверено, нету, так, южный склон, так, южный, все зависит от того, понимаете, южный склон верно, у меня теплица в трех направлениях, и я вас уверяю, на самом малосолнечном месте, где, скажем, северо-западное направление, там у меня росли в том году дыни, я более вкусных дынь нигде не видел, я сейчас на юге нахожусь, я таких здесь никогда не пробовал, не только зависит все от солнца, от очень много, и от почвы, это мало кто из агрономов и биологов понимает, к сожалению, очень многое, в том числе освещение, очень важно зависит, вот как вы его выберете, как вы поставите теплицу, примыкает, и оно будет у вас, например, к вашему дому, не будет примыкать, то есть, вот, это есть плюсы в этом большие, угол падения лучей зимой, солнца и летом, разные, и нужно учитывать угол склона, таким образом, чтобы либо больше лучей у вас проникнет зимой, и обогреет почву, и повысит температуру зимой, либо это будет больше отражение летом, чтобы меньше нагревать теплицу, но меньше лучей проникнет, значит, соответственно, летом вы уж думаете, как расположить, для этого есть отдельные, ну, скажем, ну, вот у меня, например, только в другом уже инфопродукте, номер 4, тоже, моя, моя была, мой практический семинар, занятие, у меня в хозяйстве, которое было в мае, и вот, или в апреле, в конце, уже не помню, в мае, по-моему, и вот там я подробно это все рассказываю, это уже инженерные нюансы, конечно, это все можно учитывать, и я это все учитываю. Так, значит, качество почвы, сейчас я секундочку читаю, просто параллельно, вы уж извините, какие-то вещи не отвечу, так, любят жить муравьи в досках, ну, вообще-то, термитов у нас нет, чтобы в нашей климатической зоне, чтобы все-таки, так сказать, термиты живут в древесине, а если муравьи живут рядом с досками, ну, это немножко другое, тем не менее, ничего страшного, муравьи тоже могут быть и очень даже полезны. Вы знаете, я вам такую вещь одну скажу, вот, имейте это в виду, это абсолютная истинная правда. У меня есть в ближнем хозяйстве уже давно там сад, этот, как у яблоневой, и вот там, допустим, раньше, конечно, тля поражала уже в определенное время, из года в год, приходилось бороться с этим, испытывать разные старые методы, безуспешные, или с меньшим, большим успехом, ну, как бы, применяли. Когда ты поленишься, не сделаешь, хуже будет результат, значит, мы всегда косили всю траву дикую, а вот когда-то решил я не косить. И вот все, что дикоросы были, там, различные лопухи и прочее, все, от полыни до там, значит, да, крапивы, все росло. И вы знаете, моментально в этот год, просто в разы тли стало меньше, потому что, потому что стали расти те другие растения, на которых тля может пастись, во-первых, муравьям труднее пасти, больше размножилось тех хищников, например, божьей коровки, которые стали питаться в большей степени. То есть, вот понимаете, живая природа, вот монокультура, вот то, о чем, например, Сепп Хольстер, известный аграрий, такой революционер австрийский, я его лично знаю, должен приезжал к нам в Оржев, там, и знаете, когда ему задали вопрос, извините, отвлекусь, опять много чего хочется сказать, да, некоторые в этом обвиняют меня, ну, скажем, все это важно. Вот он, когда ему человек один сказал, да, у нас тут в Тверской области почва бедная, там, он чуть не побил его, прям, он говорит, да вы бы видели, какая у меня в горах, одни камни были, и что я на них сделал, вы посмотрите, понимаете, какая вещь. Поэтому нам досталась прекрасная страна, земля, почва хорошая, глина тоже большой плюс, вы поймите, глина, она несет в себе огромное количество минералов, только их надо вытащить из глины, не вся корневая система, не все растения могут это делать, поэтому мы должны вообще в идеале вести огороды, все в симбиозе, то есть не вырубать рядом деревья, мы вообще широколистные леса, вот я начал с этого, я не успел, и не могу, конечно, в рамках нынешней малого времени, не могу все это объяснить, но обязательно в дальнейшем, я думаю, мы будем с вами встречаться, если вам будет это интересно, я вам все это расскажу. Чтобы понять, ну хорошо, поэтому пока, так, сейчас, ага, значит так, как вы относитесь к понятию плодородия, как к процессу разложения и органики, и выделения питания, скажем, выделения питания, ну, то есть я понял, образование вот этого слоя, для растений, и так, и не только так, а в джунглях совершенно по-другому, извините меня, там просто такой, нет, есть такая была старая биологическая задачка, старая, что дают ли, дают ли тропические леса, это на биофаке, дают ли тропические леса кислород в атмосферу, не, не дают, почему, а потому что там процесс разложения, на который тратится очень много кислорода, примерно равен процессу выделения огромного количества в атмосферу кислорода, который выделяют вот эта огромная биомасса зеленых растений, примерно равна, там очень тонкий баланс, это очень уязвимые экосистемы, поэтому она при любом вмешательстве быстро, ранимо уничтожается, в отличие, например, от мощнейших дубров широколистных, которые когда-то покрывали огромную территорию нашей страны, и вот эти вечные леса, эта экосистема в основе пирамиды, которая у растений дуб стоит, она почти вечная, в отличие от хвойников, которые тоже очень сильно уязвимы, вот поэтому биогумуса и в тропиках мало, и в лесах хвойных тоже очень мало, понимаете, это интересная тема, вы задали вопрос, затронули, но я вам говорю, это именно, значит, вот процесс накопления, это наше, вот этого плодородного слоя, это то самое наше богатство, и это огромный потенциал в плохие годы, по климату и так далее, для тех же растений, тех же лесов, потому что леса, хвойники, просто если климат глобально изменится, вымрут, как уже происходит, исцыхают ели, поражаются жучком, потому что иммунитет их ослабел, и не только потому, что жучка больше стало, это все взаимосвязано, потому что вода ниже ушла, а корневая мочковатая поверхность, систему ели, она не справляется с этой нагрузкой и прочее, это вот как раз для этого нужно, понимаете, не выискивать отдельно, какую-то информацию, я противник этого, надо уметь анализировать и понимать причинно-следственные связи, процессов и явлений в природе, вот это я вам хочу донести, как это я доношу на своих других вебинарах, посвященных здоровью и другим темам, которые я читаю лекции, я обязательно это вам расскажу, светодиодные лампы для растений, почему я не применяю, да, есть хорошие, есть вот особенность 77 спектр, например, лампы Осром фирмы, безусловно, которые предназначены для растений, он такой розоватый смотрится внешне как, он специально создан для растений, есть такие лампы люминесцентные, но я вам скажу, там основа пары ртути, и если разобьете, все, конец экологии вашей, про светодиодные, дело в том, что я говорю, я не помню конкретно название марок, поверьте мне, я перепробовал многое, вот все, что выходит, я смотрел, я закупал, пробовал, темпы роста крайне низких, надо вешать буквально 10 сантиметров от растений, всегда увеличивать, подвешивать выше, очень подоемко, проще работать с натриевыми лампами, но лучшие из них, вот те, что я вам рассказывал. Так, ой, вот про белокрылку, как раз меня спрашивали люди, в этом инфопродукте, я вам так быстро сейчас не расскажу, есть прекрасные методы, прекрасные, использую корень, одуванчик, короче говоря, вот я там это рассказываю, я очень рекомендую все-таки этот курс приобрести, там вот ответы на многие вопросы, да, так, мыши, а, ну, еще раз вам говорю, к мышам, мыши у моей соседки, в первый год, несмотря на то, что у нее был кот, или даже, по-моему, уже два, у нее погрызли тоже все, морковку, свеклу, она посадила чернокорень, по периметру грядок, и у нее на второй год, вообще весь урожай был цел, а мышей кошка, как же ловила и приносила, вокруг их было очень много, вот вам один из методов, самый экологичный, да, хороший ответ я дал, думаю, неплохой, так, так, а, освещение в доме, ну, это другой вопрос, ну, вы знаете, в доме можно, ведь дело в том, что светодиодные лампы, они не мерцают невидимым, вот этим мерцанием глазу, они достаточно безвредны, и есть спектры очень полные, есть теплое желтое освещение, так что можно использовать вполне, вполне можно использовать. Так, почему не возрождаются заброшенные деления в Смоленской области? Ну, конечно, не по теме, но дело не в этом, теоретически я так понимаю, подальше от Москвы, чем Тверская, как-то так, ну, что, ну, посмотрите, возьмите курвиметр, прибор, который измеряет расстояние по картам, проведите по бумажной карте, или это в электронном виде, я не понимаю эти вещи, многие новомодные, да, старые закалки человек, скажем так, но можно измерить и в электронном виде расстояние. Я уверяю вас, что, так сказать, Смоленская область и Тверская, на удалении от Москвы, имеет протяженность, Тверская вообще огромная область, она вообще почти на тысячу километров тянется, да, и там есть, она больше Смоленской, и там все-таки есть не менее северные, не менее удаленные от Москвы области. Я развил это по своей причине там, но заметьте, не только там, еще я сейчас и в Пушкинских горах, у меня есть в Карелии хозяйство, дело не в этом, я же один не могу совсем справиться, а люди, конечно, есть эко-поселения, которые из Смоленской области, их сейчас много развивают, хозяйство, пытаются на своем примере показать людям, как можно возрождать землю, так сказать, и прочее. Война скоро с НАТО, но это совсем другие темы, но, знаете, Смоленское попадет, если будет, хотя я не думаю, что будет уж так открыто, и по крайней мере сейчас, но, знаете, да, готовиться надо ко всему. Есть такая пословица народная, предупрежден, вооружен, хочешь мира, готовься к войне, готовься они, как говорится, летом. Поэтому надо на все рассчитывать, делайте запасы, я вам советую, всего семян, продуктов, которые долго хранятся, зерновых особенно, которые могут столетиями, пшеница, там рожь, лежать, как говорится, хлеба не просить, если правильно их хранить. Кстати, у меня в моем хозяйстве есть прекрасный, уникальный амбар, где как раз созданы те условия, без всякого электричества, где условия идеальны для, ну скажем, хранения, это амбар хранения, хранилища для сотен, ну, десятков, по крайней мере, тонн злаковых и прочих на столетие. Вот это такой фонд, такой я сделал, там уникальные, интересные экотехнологии применены, кстати, я и лекции читаю, веду, поскольку у меня огромный, значит, опыт в строительстве, именно по экотехнологиям, по экостроительству. Будет интересно, в блоге у меня найдете, почитаете. Так, дальше по делу. А что по поводу гумуса, это основа, как свидетель плодородия, совершенно верно. Биогумус, но он еще должен в своем составе, помимо того, что там органические частички, зольные элементы и прочее, там огромное количество должно быть разнообразных минералов, и это совсем другое дело. Тут нужно почву вздать на анализы, тогда мы увидим. Или вырастить на ней продукцию, и действительно, правда, это дорогие анализы, но тем не менее, вы спрашиваете, как я отвечаю. Я, например, обязательно буду сдавать, чтобы показывать своим клиентам, в том числе, вот развернутые анализы по минералам на те плоды, которые я выращиваю, и люди увидят, что, например, я прямо возьму специально, знаете как, вот, например, в «Азбуке вкус» или где-то в магазине куплю биопродукты, да, мы их померяем, скажем там, ну, неважно там, киви, био, органик, да, или какой-то другой. Смотрим состав. Теоретический в таблицах, которые ученые написали, должен быть такой, а реально такой-такой, несмотря на то, что это органик. Я же показываю свои, и там просто, как в таблице теоретической, уже ныне, к сожалению, а даже больший состав тех или иных минералов. Вот это важно. Так, так, холосы, им покрыты почвы, деревья, кустарники в лесу. Ну, может говорить о том, что, во-первых, и разлагаются или гибнут деревья, смотря какие виды лишайников, что влажность, ну, хотя есть лишайники, защищенные от влажности, в сухих местах могут расти, но, тем не менее, могут и об экологически чистых местах, скажем, говорить тоже. Так, хотя, меняется климат, учтите, это очень важно. Сейчас, вообще, на дубах, дубы поражены, например, мучнистой росой. Почти во всей полосе Подмосковья, и даже больше к северу. И ведь меняется климат, очень серьезно меняется, нам это надо учитывать в наших аграрных делах. Кстати, я об этом очень подробно тоже, об изменении климата, и как нам к этому приспосабливаться, в плане почвы, плодородия, выращивания плодов, я об этом рассказываю, тоже на своих занятиях. Так, а экопоселение наше находится вот в Тверской области, Ржевский район Тверской области, я об этом вначале говорил. Это 35 километров от города Ржев, в глушь туда, в сторону лесов, около Волги. Вот. Так, 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 секундочку, дальше смотрим. Не понял, кто в ленте говорил про стоимость 6 тысяч? Дело в том, почему в личку напишите. 6 тысяч у меня стоит этот инфопродукт. Он у меня стоит. Значит, сейчас он продается за 2 990, вот эти два дня, что у вас есть сейчас возможность его купить в 2 раза ниже. И не совсем понимаю, Станислав, напишите, пожалуйста, что вы имели в виду, зачем вам в личку написать, кто говорил про 6 тысяч? Не совсем понятно. Вы мне хотите просто помочь, напомнить тем людям, кто не понял, что цена сейчас вот ниже, не 6 тысяч? Ну, пожалуйста, напишите, чтобы я разобрался с этим. Про агроволокно полезли. Так, так, так. Вы, наверное, имеете в виду то волокно. Давайте так, я просто хочу уточнить. Если это речь идет про белое волокно, это биосинтепон, ну, просто синтепон, тот, который, ну, накрывают, скажем, иногда теплицы, геоткань, так называемая, белая, то она безвредная, в принципе, она, как правило, делается из полипропилена, из того, из чего питьевые стаканчики, бутылки. И это да, если цвет черный, не рекомендую. Если резина, там, я не знаю, каучук, ну, в принципе, можно, но я это не использую. Я не люблю это использовать. И считаю, что все-таки это не совсем экологически. Поймите, что некоторые вещества при нагреве, при облучении ультрафиолетовыми лучами, даже вот пластиковые окна, да, ПВХ, они что? Это поливинил, винилхлорид. Когда ультрафиолет попадает при высоких температурах, как катализатор, что происходит? Выделяются, образуются диоксиды. Это страшнейшие мутагенные яды, которые вызывают рак. И поэтому японцы, например, которые обеспокоены здоровьем с вами, они сейчас, например, мучаются, думают, что же делать? Понаставили с дуру пластиковых окон в свое время? Ну и они разработали специальные лаки, которыми каждый год там покрывают рамы пластиковые и меньше диоксида выделяется, да, и фенолов. Так, под дуб можно ботву картошки. Поможет от мучной стеросы? К сожалению, нет, поскольку это деревья высокие, вы на почву удобряя, это не поможет, дубы меняются, к сожалению, это реалии нашей жизни. Теперь будут устойчивые сорта, более южные надо сажать дубовых рощ, красный дуб, прочих, уходят, их 60 видов. Видов 20 может у нас расти. Болотный дуб, пожалуйста, вот они не будут поражаться мучной стеросой. Так, как померить состав плодов, к сожалению, только в лабораторию, только в лабораторию, причем развернутый анализ будет стоить там, ну, тысяч пять-шесть. Значит, чтобы померить на микро-макроэлементы по максимуму. У нас это, в принципе, делают, но мало где, к сожалению, в нашей стране. В других странах, это в Германии, там можно померить легко, но у нас это тоже, ищите. Я это обязательно делаю, буду делать, это важно, это важно. Хотя косвенные признаки вполне есть составы минералов. Так, пожалуйста, про какой кислый, наверное, торфянник. Торф – это недопереваренные, недоразложенные, извините, остатки растений, и, конечно, хотя они закисляющие почву, а не все культуры, большинство любят все-таки щелочную среду, почвы и воды, и торф можно применять как дополнительный источник. Вообще, торф прекрасно перемешивать с компостом, с теми, с соломой и прочей, вот готовить грядки как бы заранее благодаря торфу на будущий год, перемешивать треть или четверть торфа, не больше, и остальное другой почвы, и, соответственно, опилок, и все, что я рассказывал. Тогда это будет дополнительное прекрасное удобрение, конечно. А сильно много нельзя, можно сжечь, как говорят, и корни, и пропишет, кислая среда. У нас все в живой природе устроено, что все-таки почти все любят, ну, по крайней мере, мы говорим о растениях, плодовых, все-таки щелочную побольше, кроме некоторых культур, типа голубики, там, ну, об этом мы уж не будем сейчас отдаваться, такие подробности. Так, а, благодарю вас, Владимир, насчет алюминия, вы напомнили мне, а я противник, потому что ионы алюминия, теплица у вас, там, вода попадает, капельки воды, правильно, ведь парник же с алюминиевым речком стекают, капают в почву, дальше корневая система захватывает воду с ионами алюминия, значит, поступает в тело растений, вы это едите, алюминий попадает вам в мозг и развивается болезнь Альцгеймера. Вот болезнь Альцгеймера, это гарантированное попадание, попадание в организм и аккумуляция в мозгу, значит, дело в том, что полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, в основном, который состав мозга из них состоит, они аккумулируют, адсорбируют, задерживают алюминий, ну, и дальше развиваются вплоть до онкологии определенные проблемы, поэтому я алюминий использовать, и вот знаете, ульи, многие вот любят мед переливать, вот я сейчас пасечникам и говорю, учу их, все объясняю, слушайте, товарищи, ну, на других, ну, нельзя так наплевать к людям относиться, ну, я понимаю, вы не знаете, до себя не убивайте, детей ваши, ну, не используйте эти поганые алюминиевые емкости, ну, хотя бы пластик, есть же сейчас дешевый, даже дешевле, не разобьете, не помнете, но лучше стекло, понятно, разбить можно хорошо, пластик хотя бы, хотя это тоже не лучший вариант, лучше стекло, к рынке, дерево, как раньше в кадушках делали, это лучше всего, я делаю так, а, так сказать, алюминий ни в коем случае, товарищи дорогие, вот не применяйте, это моя вам большая, человеческий большой мой вам совет, так, основа плодородия не то, что компосты, основа плодородия это создание плодородного слоя биогумуса почвы, вы можете его создать, используя компосты, кидая туда органические остатки, поливая туда, безусловно, какие-то бактерии симбиотические, чтобы это перерабатывалось быстрее, черви обязательно увеличат процесс, черви потребляют, что они едят, они же едят не, как многие думают, они растения, они едят грибки, которые растут на, определенные виды грибков, которые растут на органике, они перерабатывают органику, грибки, а уже их поедают черви, создавая совсем уже прекрасный биогумус, без червей невозможно было бы, плодородие вообще на нашей планете, просто невозможно, поэтому используйте червей. Так, лиственные, широколественные леса, прекрасное, так сказать, подспорье, и изначально, возможно, из них взять какую-то часть почвы, ну, только, чтобы не навредить лесу, конечно. Так, для тепличных грядок, вы знаете, а вот тут как раз противоположная ситуация, тут уже не оси на ольху, а быстро сгниют, а те, которые смолы в себе содержат, как раз сосна, ель прекрасный, если лиственница, кто-то в Сибири, там она дешевая, или у нас кто-то, так сказать, это, конечно, будет вообще на 20-30 лет, конечно, лиственница еще лучше. Хвойные породы, хвойные породы. Так, ну вот, тут даже люди пошутили на счета Альцгеймера, прекрасно. Критично относиться и шутить над проблемой тоже логично. Так, привести гумус можно? Нет, почва не может быть. Почву надо, она станет изначально, пока биогумус есть, пока заработает почвенная микрофлора, и будет симбиоз определенный с корневой системой растений, пока вы не выкачаете много минералов, важно поддерживать этот биогумус плодородный, поэтому используйте, конечно, и по осени уже, когда собрали урожай по конец лета, сидираты, используйте мульчу, добавляйте туда солому, скошенную траву, обязательно это делайте, и тогда у вас будет плодородие поддерживаться. А если рядом у вас есть широколистые деревья хорошие, которые дают еще листву, опад, не выкидывайте, не сжигайте, в грядки перемешивайте все это, будет еще лучше. Так, вы не согласны с рыбником, потому что электронов в природе нет. Так, ну не совсем так, все-таки Рыбников говорит, он говорит, что есть единое электровещество, материя, все электровещество, в какой-то мере я с ним, конечно, согласен. Так, как зовут того немца, от которого я, чего без ума, Альцгеймер. А, ну при чем же Альцгеймер, Альцгеймер это болезнь, ну, товарищ, ну как можно такой путь? А, зовут его Сэль, Зеп, Зеп, Зепхольстер, Зепхольстер, он из Австрии, ну, можно сказать, что и немец, в общем-то, да, из Австрии. Это прекрасный, уникальный фермер, человек, вы знаете, когда он приезжал, рассказывал о себе, он создал хозяйство, ну, от отца досталось по наследству, но он его просто изменил, восстановил, сделал образцово-показательным, какого еще, в общем-то, в мире, ну, по крайней мере, в Европе точно не было, в Японии там есть, я знаю, такие же специалисты. Вот, он показал всем, что можно на ужасной почве добиваться, у него лимоны растут, он создал микроклимат, ловушки тепловые, там много-много нюансов, да, и вот когда он был, рассказывал, я видел, вот все, что он рассказывал о себе, вот прямо как под копирку, все у меня в детстве было, вот как у него в детстве, вот он любил природу, наблюдал, ходил, вот эти первые водоемы, как тритоны туда, да, весной заползают, как они размножаются, вот это, вот это, это вот все то же самое было у меня, видимо, как-то вот у таких людей, кто, ну, как-то от природы, вот эту ниточку, связь вот эту ненарушенную, держит, любит, душой чувствует, вот это как-то все одинаково, видимо, да, прям видел себя вот в его рассказах. Так, вот я тоже благодарю за то, что все-таки, видите, есть люди, вы пишете, что в моих, в моем сегодняшнем лекции много интересного подчеркнули, конечно, это поймите правильно, кто не услышал, может быть, то, что хотел услышать, это начало, это первая водная лекция, и, безусловно, я хотел дать основы АЗОВ, вот этих, я их дал, но более того, я дал еще и конкретные методы, конкретные, ну, скажем, нюансы рассказал вам некоторые, безусловно, какие-то некоторые, я ведь говорил быстро, четко, но без, как говорится, лишней воды, и вы это слышали, видели тому свидетелю, благодарю вас тоже, и если сейчас, давайте посмотрим, не будет больше у вас вопросов, я думаю, передам уже слово, закончим сегодня, и так мы время перебрали, давайте тогда все-таки на сегодня закончим, я вас всех, дорогие друзья, благодарю, что вы присутствовали, что все-таки вы, я надеюсь, подчеркнули много нужного и полезного, и тогда уже до новых встреч, хочу с вами попрощаться, очень хочу от души порекомендовать, вы получите огромное и наслаждение, и большую пользу приобрести все-таки этот мой труд, мои большие знания, мой инфопродукт, это будет полезно для вас в большей степени, и попрощаюсь с вами, благодарю, я надеюсь, вы тоже поблагодарите меня за сегодняшнее наше мероприятие, за нашу встречу, всего, всего хорошего, передаю слово Сергею. Да, Юрий Андреевич, благодарю вас, все было, как всегда, замечательно, очень много информации, настолько много, что не все могут воспринимать такое количество информации сразу за такой короткий промежуток времени, вас, дорогие друзья, я прошу по нашей традиции поставить такое количество восклицательных знаков и плюсиков, как вам понравилось, ну и, естественно, в будущем мы будем, я уже, я это уже говорил, Юрий Андреевич уже это тоже сказал, что в будущем вас ждут еще много лекций, в которых уже мы вот будем конкретную тему брать и конкретную тему освещать, потому что сейчас по той теме, которая вот у нас заявлена была, если бы мы вот широко так озвучили все те пункты, которые были заявлены на сегодняшнее выступление, мы бы с вами разошлись примерно завтра, ну, может быть, часа в 4-5 вечера, или прям сразу же завтра перетекли бы выступления нашего следующего спикера, поэтому, конечно, более подробно мы будем уже рассказывать в следующих лекциях, те, кому ждать следующих лекций не хочется и хочется уже сейчас инфропродукт Юрия Андреевича, вы можете приобрести, ссылочка на него висит над этим чатом, вот, вам хочу сказать, дорогие друзья, большущее спасибо за сегодняшнее внимание, мне сегодня понравились ваши комментарии, мы для себя много подчеркнули и обратной связи, и ценного материала, с которым будем дальше работать, как организаторы, и хочу сказать по поводу завтрашнего выступления, да, сразу хочу еще сказать по поводу, напомнить еще раз по поводу записей марафона, записи марафона, мы даже вот пока с вами, да, вот этот вот эфир ведем, мне приходят вопросы, а когда, как можно приобрести будет записи, я сижу, отвечаю в социальных сетях, значит, на следующей неделе мы на несколько дней откроем предпродажу записей с вот этими вот очень большими скидками, для тех, кто уже твердо понимает, что да, запись ему понадобится, потому что информации на марафоне много, все это запомнить или записать вручную тетрадку, просто нереально, и, конечно, такую электронную энциклопедию под рукой иметь хочется. Значит, вот для тех, кто так для себя уже решил, на следующей неделе мы на пару дней приоткроем окно продаж, это первое. Второе, по поводу школы, значит, школа, те, кто первый раз слышит, слушайте внимательно, те, кто не первый раз, просто напоминаю, что также на следующей неделе мы откроем регистрацию в нашу онлайн-школу, так и назовем эту школу Клуб умных дачников, не будем придумывать 150 миллионов названий, вот этот клуб заработает у нас сразу после завершения марафона, встречи будут у нас проходить раз в неделю, это будет все проходить в интернете, в онлайне, и раз в неделю мы будем приглашать наших самых популярных, самых интересных спикеров, ну в первую очередь это будут самые интересные спикеры марафона, то есть мы в конце проведем большой такой опрос, кто понравился больше, чьи выступления были лучше, и по результатам этого опроса мы будем приглашать тех экспертов и тех специалистов, которые у нас выступали на марафоне, ну конечно же это будет Галина Александровна Кизима, конечно это я уверен будет Николай Иванович Курдюмов, ну и многие-многие другие спикеры тоже, надеюсь, что в этом же списке вы отметите Юрию Андреевичу Фролововичу выступление сегодня мне лично действительно понравилось. Значит, регистрация у нас откроется тоже на следующей неделе, и будьте пожалуйста внимательны, у нас будет ограниченное количество мест, всего у нас будет 100 мест, просто если мы будем больше зарегистрированных пользователей, то у нас не получится интерактива, то есть у нас основная задача клуба это именно 100% интерактив, давать ответы на существующие вопросы членов клуба, участников клуба, поэтому больше чем 100 человек мы просто не в состоянии будем этот интерактив поддерживать, поэтому 100 человек у нас, регистрация на следующий день открывается, следите за этой новостью. Так, что еще хочу сказать по поводу завтра, завтра выступает Валерия Защитина, значит, тема завтрашнего причина возникновения профилактика лечения болезни картофеля, выращивание картофеля методом подсоломой, седорато-смешанной посадки, количество или качество, как накормить семью из 4 человек с огорода в 3 сотки, в том числе и картофелем, природные методы. В общем, завтра будет много всего про картофель. Кстати, друзья мои, вы спрашивали, где можно посмотреть расписание. Расписание можно посмотреть на официальном сайте марафона огород-дефис-марафон.ру марафон через букву F огород-дефис-марафон.ру Там, в общем-то, расписание размещено и вы все на этом сайте регистрировались. Вы просто вернитесь на этот сайт и посмотрите, расписание там есть. Ну что ж, на этом на сегодня мы с вами заканчиваем. Я вижу, что многие даже даже сердечки присылают Елена Харьковская. Не знаю, Юрий Андреевич, кому адресованы сердечки, мне или вам, но думаю, что, наверное, скорее всего, вам. Я-то просто представил вас и сейчас закрываю. А два с половиной часа информации делились вы. Так, ну что ж, тогда на сегодня это все. Вам спасибо большое за внимание и встретимся с вами завтра. Всем спокойной ночи и пока. пока. Так. spoil Субтитры